Добрый день. Хорошо ли меня слышно? Да, слышу вас отлично. Good morning, professor Гайдана. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро, коллеги. Я, с вашего позволения, наверное, должен представить презентацию своей экрана. Сегодня у нас интересное мероприятие, которое проводится в новом формате. Эволюция возможностей терапии хронического лимфоликоза. Разрешите для начала ознакомить вас. Почему-то у меня здесь стали показываться не те слайды. Наверное, мне нужно все-таки перелеснуть, я хотел не показать. Разрешите мне представить, прежде всего, участников сегодняшнего мероприятия. Прежде всего, мне очень приятно приветствовать на этом мероприятии профессора Геонупо Гайдана. Он является профессором гематологии и директором департамента трансликционной медицины Университета Восточного Пьемонта Навара в Италии. Он является одним из ключевых экспертов в области хронического лимфоликоза. И мы знаем его по прекрасным, великолепным, многочисленным работам, посвященным изучению мутации при хроническом лимфоликозе. Ему принадлежит честь множества открытий мутаций генов при хроническом лимфоликозе. Кроме того, конечно, совершенно великолепные работы профессора Гайдана посвящены изучению синдрома Рихтера. И, конечно же, он участвовал во многих, и был организатором многих исследований последних лет с использованием ключевых препаратов. Поэтому, конечно, мы, собственно, получаем информацию из первых рук. И нам, в общем, будет очень интересно послушать впечатления и клинический опыт профессора Гайдана о моем препарате Дувиннистит. Кроме того, в сегодняшнем мероприятии участвует Екатерина Сергеевна Нестерова, Екатерина Сергеевна – сотрудник генетологического центра, а также является сотрудником кафедры гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Она является несомненным экспертом в области лимф-прооперативных заболеваний, делала прекрасную работу, огромную, посвященную изучению поликулярных лимфом, и также имеет большой опыт в ведении пациентов с хроническим лимфомом. Так что будет интересно послушать клинические случаи, представляемые ей. Наконец, Елена Александровна Дмитриева – сотрудница Боткинской больницы и аспирантка кафедры гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, которая, собственно, живет в Боткинской больнице и большую часть времени своей проводит пациентами с хроническим лимфомикозом, которые получают терапию бруфенибом, другими таргетными препаратами. И она будет также представлять интересные клинические случаи. Ну и я работаю в Боткинской больнице, а также на кафедре гематологии и трансфузиологии. И мне выпала честь начинать сегодняшнее мероприятие и сделать короткое вступление. Разрешите также ознакомить вас коротко с программой. Вначале я два-три слова скажу об эволюции возможностей терапии хронического лимфомикоза. Затем профессор Гайдана представит нам великолепную лекцию, посвященную последним новостям в лечении рецидирующих процентного хронического лимфомикоза. Я также должен сказать, что, и я не упомянул об этом вначале, что профессор Гайдана является абсолютно выдающимся лектором. Это редкое умение, поэтому слушать его одно удовольствие рекомендую. Затем Екатерина Сергеевна Местерова представит первый клинический случай. И мы пойдем от темного к светлому. То есть Екатерина Сергеевна расскажет вам о наших реалиях, о том, каким образом приходится вести наших пациентов без новых таргетных препаратов. Затем профессор Гайдана представит клинические случаи с использованием препарата «Дуэлистик» и завершит серию клинических случаев сообщения Елены Александровны Дмитриевой, где она поставит вопросы перед нами, которые, возможно, могут быть разрешены с помощью таргетных препаратов. И, наконец, завершит эту сессию личный опыт эксперта профессора Гайдана расскажет о своем опыте терапии ингибиторами флотсо-интолтрекеназа у пациентов с рецидивами хронического лимфоликоза. Вот такая у нас сегодня программа. И я, с вашего позволения, перейду к своей части. Мы хотели остановиться коротко на эволюции изучения хронического лимфоликоза и терапии хронического лимфоликоза. Ну, хронический лимфоликоз известен очень давно, уже был описан еще в позапрошлом столетии. Но я думаю, современная эра все-таки началась с Дэви Голтона, который в 1955 году впервые стал применять кларамбуцилл в лечении этой болезни. Это, кстати говоря, происходило одновременно с нашими российскими усилиями. Мы прекрасно знаем, что препарат Милфолам впервые использовал Николай Николаевич Блахин в российском онкологическом центре. Это было примерно происходило в одном репе. Конечно же, вехой в развитии хронического лимфоликоза стала разработка первых классификаций. Классификации Канти-Райт и Джаку Бене, появившиеся в 1975-1981 годах. Они впервые предложили прогностические шкалы хронического лимфоликоза, которые используются по сей день. Затем, конечно, мы не можем не вспомнить исследования французской группы по изучению хронического лимфоликоза. Совершенно блестящая серия исследований, которые публиковали в 70-х по 70-х годах. Сейчас они также активно очень работают. И в этих исследованиях было показано, что была обоснована тактика выжидательного наблюдения, как было показано, что раннее начало терапии не приносит никаких выгод в сравнении с выжидательным наблюдением. Конечно же, появляется фудорабин в 1984 году. И, как сказал Майкл Китинг, появление фудорабина – это была парковная революция в лечении хронического лимфоликоза. Это был препарат, который впервые позволил достигать полных ремиссий при хроническом лимфоликозе. И в 2001 году была публикация межбрупового исследования в США, которое было организовано Канти-Райен, где показано, что фудорабин значительно превосходит хлорамбуцил, что было достижение для своего времени. Конечно же, мы должны вспомнить и Эмилио Монсеррат, прекрасного испанского исследователя, который внес очень сильно и вносит постоянно большой вклад в изучение хронического лимфоликоза. Ему, например, принадлежит открытие времени удвоения лимфоцитов, которым мы пользуемся по сегодняшний день, тип инфильтрации костного мозга. И он также стал делать активно аллогенные трансплантации при хроническом лимфоликозе. Так что мы должны обязательно его вспомнить. Дальше, в 90-е годы, конец 90-х, начало 2000-х ознаменовался величайшим открытием в изучении хронического лимфоликоза роли мутационного статуса VH генов при этой болезни. Это было сделано независимо двумя группами, группой Фреда Стивенсон и Терри Хамблина. Фреда Стивенсон – биолог, Терри Хамблин – это клиницист. И, конечно, группой Николаса Чаараси, которая также была показана, что мутационный статус коррелирует с экспрессией CD38-270, и это тоже имеет прогностическое значение. И, конечно, эти маркеры, они, наверное, говорят о существовании двух биологически различных вариантов этой болезни, имеют огромное клиническое значение и биологическое значение тоже. В 2001 году появляется иерархическая модель прогноза хронического лимфоликоза, предложенная Хельмутом Донером и Степеном Тюгенбауэром. И эта модель, конечно, тоже явилась выдающимся вкладом. Дальше мы используем все маркеры, все генетические маркеры, которые в ней предложены, мы используем по сей день. Ну, в 2000-е годы ознаменовали с появлением и высокой активностью немецкой группы изучения хронического лимфоликоза. Целый ряд трайлов СЕЛО 1, 4, 5, исследования из Великобритании, UK и СЕЛО 4 показали нам превосходство режимов F и FC над холорамбуцилом. И, наконец, в 2005 году появляется режим FCR, он разрабатывается, был разработан в Эмби-Андерсон-канцер-центре, автор Майкл Китинг. И в то время это было сложное решение, поскольку ритоксимаб в монорежиме, если вы помните, оказывает очень слабый эффект в отношении хронического лимфоликоза по сравнению с лимфомами. Поэтому сочетать его представлялось бессмысленным, но Майкл Китинг это сделал. И оказалось, что клю-дорабин обладает синергизмом с ритоксимабом, что было показано в ин-витро, а также в прямом исследовании Джона Берга, который сравнил F и R, последовательно и одновременно доказав, что одновременно значение значительно более эффективно. Конечно же, продолжая серию митационного статуса, дальше у нас появилась серия работ, где было показано, что хронический лимфоликоз характеризуется стереотипными антигенными рецепторами. И сейчас, как нам сообщает регулярно, обновляет эти данные, Костус-Коматополос, более 40% больных хроническим лимфоликозом имеют стереотипные антигенные рецепторы. То есть у двух разных пациентов, находящихся в разных странах, на разных антигентах, континентах, антигенные рецепторы абсолютно одинаковые или почти одинаковые. Это удивительная находка, которая ждет еще, тут не все еще сказано, ждет своего объяснения. Конечно же, шагом в развитии хронического лимфоликоза стала разработка международного стандартизированного протокола подхода к проточной циклеореметрии, что было организовано Энди Роустром из Великобритании. Ну и, конечно же, сейчас мы имеем ключевые достижения в области терапии, благодаря появлению целого ряда новых препаратов, и прежде всего это ингибиторы пути Б-клеточного рецептора. Дело в том, что мы, конечно, обязаны в значительной степени этой возможности, этому пути сейчас Клаусу Раевскому, который внес пожизненный вклад в изучение сигнального пути Б-клеточного рецептора, Б-клеточного рецептора в целом. В частности, им было показано, что кондициональное дилетирование Б-клеточного рецептора у взрослых мышей приводит к исчезновению Б-клеток в течение двух недель у этих мышей, что, в общем-то, явилось прямым доказательством того, что блокирование сигнального пути Б-клеточного рецептора будет приводить к гибели Б-лимпоцитов. Дальше интереснейшая история связана с разработкой ингибиторов брутон-тератинкеназы. У нас сейчас нет времени останавливаться на этом, но в 2014 году первый ингибитор сигнального пути Б-клеточного рецептора и брутон-тератинкеназы сначала он был зарегистрирован для лечения лимфомомантийной зоны, потом хронического лимфоликоза. И 2011-20-е годы – это активное исследование других ингибиторов сигнального пути Б-клеточного рецептора, и сейчас уже их много, они воздействуют на разные компоненты этого пути. Но вот мы сегодня обсуждаем Дувелисип. Дувелисип был зарегистрирован 24 сентября 2018 года, это его первая регистрация FDA по показанию терапии взрослых пациентов с рецидивами хронического лимфоликоза. Конечно, мы уже привыкли к выдающейся активности ингибиторов сигнального пути Б-клеточного рецептора. Вот, например, наши данные, которые терапевизуют, как развиваются эффекты, какие грандиозные эффекты можно получать в короткое время у наших пациентов. Это данные, которые были получены Еленой Александровной Стадник. Это сравнение на материале Боткинской подсказной больницы и брутиниба, который назначался в качестве третьей линии терапии, и иммунохимиотерапии у пациентов, которые получали, это ретроспективное сравнение пациентов, которые получали иммунохимиотерапию в третьей линии. Мы видим совершенно явное превосходство их брутиниба. И, конечно же, сейчас существует множество возможностей действовать на разные компоненты сигнального пути Б-клеточного рецептора. Дувелисид, в частности, воздействует на фосфоинозитол-3-кинагу. И у него есть существенные преимущества. Фосфоинозитол-3-кинага передает сигнал на путь АКТ-МТОР. Это важнейший путь, который активен в Б-лимфоцитах. И у Дувелисиба есть очень большое преимущество. Дело в том, что фосфоинозитол-3-кинага существует в виде нескольких фракций. Есть дельта-фракция, есть гамма-фракция. И если, например, дельта-фракция больше активна в Б-лимфоцитах, то гамма-фракция больше активна в Т-лимфоцитах. А мы знаем, что Т-лимфоциты имеют очень большое значение в поддержании жизнеспособности и пролиферации клеток хронического лимфоцитоза наряду с клетками, подобными клетками-кормилицами, поликулярным дендритным клеткам и мезинхимным стромальным клеткам. Т-клетки в ткани купольных хроническим лимфоцитозам представлены в избытке клетки поликулярные Т-хелперы, бактериобуляторные клетки и Т-клетки, продуцирующие интерлекин-17. И все эти клетки благодаря прямому контакту, благодаря сигналу через CD40-легам и благодаря продукции цитокинов содействуют развитию хронического лимфоцитоза. Поэтому двойная блокада посвоинезитол-трекиназы в блокадчинных Б-клетках и в Т-клетках, которые содействуют развитию хронического лимфоцитоза, имеет значение. Ну и мы видим это в исследовании ДУО, где я показываю только один слайд, где показано явное превосходство гибилисиба над Офатумумабом. Вот это то, что я хотел сказать, короткое вступление. Извините, что я говорил больше, чем потребовалось, но, наверное, у меня больше времени ушло на представление. И теперь, значит, какие же вопросы мы должны поставить перед сегодняшним нашим мероприятием? Я думаю, что, наверное, давайте субстантинируем нашу тему. Мы хотим узнать, что такое ДУЛИСИП, как он действует и чем отличается от других ингибиторов сигнального хитебокречного рецептора, какова его эффективность у пациентов с рецидивами и в отдельных подгруппах пациентов, что предсказывает успех или неуспех терапии, каков профиль токсичности этого препарата, у кого нельзя, у кого его опасно применять, а у кого, наоборот, предпочтительно. Используют ли это в монорежиме или в комбинации? Если в комбинации, то с чем? Используют ли двойную блокаду сигнального хитебокречного рецептора? Какова сопроводительная терапия? И какие требуются меры профилактики осложнения во время лечения? Какова цель лечения дуэлисибом? Какова его длительность? Все эти вопросы я адресую профессору Гайдана, поскольку у нас пока нет никакого клинического опыта применения дуэлисиба. Так что, с вашего позволения, я передаю слово профессору Генмуку Гайдана. Профессор, вам слово. Продолжение следует... ...введение моих слайдов на экран, если бы техническая группа мне помогла с этим. Благодарю. Большое спасибо. Большое спасибо, коллеги. И опять же, мне очень приятно выступить сегодня перед вами. Пожалуйста, кликните на слайд сами. И вот таким образом вы можете их менять. Да, то есть я кликаю на слайд, и он двигается вперед. Да, совершенно верно. А как мне вернуться назад, если вдруг я поспешу? Тогда... Ну, да ладно, не буду. Понятно, что это сложно. Кнопки выбирать, это уже я не буду. Большое спасибо. Перед вами мой конфликт интересов. И сегодня, в рамках моей первой презентации, мы поговорим с вами о молекулярных мишенях HLL. Далее мы поговорим о ведении рецидивирующего рефракторного HLL. Мы, конечно же, не будем сегодня говорить о первой линии. Нет. Мы поговорим о других возможностях. И поговорим немножечко о синдроме Рихтера, который сегодня уже профессор Никитин упомянул. И для нас это также представляло большой интерес. Итак, мы все знаем, что HLL очень гетерогенна по своему клиническому течению. У нас есть действительно очень стабильные пациенты, которые, возможно, никогда не потребуют терапии. Просто никогда. Вот счастливцы. Но, с другой стороны, у нас есть и быстропрогрессирующие пациенты, которые представлены здесь. И вот для этих пациентов, как вы видите, ВБП становится все короче и короче и короче после каждой линии терапии. Итак, патогенец HLL. Он, конечно же, сегодня уже был до некоторой степени прокомментирован профессором Никитином. И вы должны понимать в этой ситуации, что нам важно для того, чтобы понять, что мы делаем на каждом этапе, когда мы лечим пациента с HLL. Итак, есть первоначальный очаг. Ну, в частности, Диалеция 13Q, либо Трисомия 12, которые, как мы понимаем, являются первыми генетическими альтерациями появления клона. Затем клон начинает взаимодействовать с микроокружением. И затем происходит очень важный феномен, который заключается именно в микроокружении. Это BCR рецептор, и мы более детально это обсудим. Но есть и другие потенциальные петли. CD38, VLA4, CD19, Ночь1. То есть, на самом деле, это мощный диалог. Это мощный диалог, который идет между клоном и микроокружением. Вот они так болтают, 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 и затем у них получается вторичный генетический оттяг. То есть вторичная мутация. И мы видим, что эти генетические трансформации отвечают как раз за трансформацию, за химию, рефракторность и затем ужасную трансформацию Брихтера. И я бы хотела подчеркнуть наиболее жесткий вариант. TP53 – это наиболее жесткий биомаркер. Ну, кроме того, есть и другие хорошо известные, которые были недавно описаны, в частности, нашей группы. Мы сегодня не будем их все перечислять, но, опять же, ведь это довольно-таки большой список и признаки химию рефракторности. Итак, я собираюсь сегодня, для того, чтобы развлечь вас всех, задать несколько вопросов, чтобы вы все проснулись и, наконец, включились в нашу работу. И я надеюсь, что вы сможете на них ответить. Итак, мой первый вопрос, уважаемые коллеги. Какие из следующих патогенических характеристик имеют клиническое значение для нас? Мутация TP53 как предиктор выборотерапии, либо делеция TP53 как предиктор выборотерапии, либо компоненты баклеточного рецептора как терапевтические мишени, певышеупомянутая или ничего из вышеупомянутого. Ну, я не знаю, сколько у нас есть времени для того, чтобы ответить на этот вопрос. Я надеюсь, что в течение пяти секунд вы сможете сделать свой выбор. Я прошу вас выбрать соответствующий ответ. И тогда мы посмотрим. Я надеюсь, на экране нам техническая поддержка покажет графическое представление выбранных ответов. Ждем-с. Техническая поддержка. Как нам увидеть? Я хочу уже дальше комментировать. Покажите нам, пожалуйста. О, прекрасно. Мы видим результаты. И я очень рад, что 56% нашей аудитории, по крайней мере, правильный ответ выбрали, который является ответом номер 4. Мутация TP53 очевидна. Очевидно, это, собственно, предиктор химической характерности. То же самое можем сказать и поделиться. Ничего хорошего нас здесь не ждет. Ну и, наконец, компания топоклеточных рецепторов. И мы сегодня увидим, да, насколько они важны, насколько они важны. Это очень важный патогенетический элемент, говоря о большой терапевтической релевантности. И вот перед вами эти молекулярные пути, которые активны и потенциально поддаются воздействию препаратов. Интересная предлагательная Драгобл, посмотрите. И вот BCA, это, конечно, основной путь, но есть и другие, которые очень важны. NF-КПБ, то есть ядерный фактор КПБ, ночь, очень интересный. Есть интересные публикации, появляющиеся по значимости ночь и соответствующих терапевтических возможностей. Очевидно, путь апоптоза, ответ на повреждение ДНК и, в частности, вот она, ТП-53 и АТМ. Конечно же, когда мы говорим об отлично-рецепторном сигнальном пути, BCA, в сигнальном пути, и это, собственно, было уже в слайдах профессора Никитина показано, который очень четко показал нам этот путь, мы знаем, что здесь есть ключевые элементы в сигнальном пути BCR, и один из них – это теразинкеназа брутона, но ключевым элементом, на самом деле, является кеназа ПИА-3. И ПИА-3 кеназа – это перекресток, смотрите. С одной стороны у нас торчит рецептор теразинкеназа, и с другой стороны торчит баклеточный рецептор. И, как, собственно, профессор Никитин уже сказал, ПИА-3 кеназы, они будут приводить к формированию ПИА-3, то есть это фосфатидил, инозитола, три фосфата, о боже, и затем мы модулируем активность, и затем мы видим, каким образом в конечном итоге происходит дальнейший каскад, достигая МТОР и фактически достигая ядра. Поэтому очень важная схема представлена здесь, которую мы должны все выучить наизусть, если хотим быть специалистами. Ну и, наконец, ингибиторы. Вы видите, соответственно, представленные пути, в частности, БТК и брутенип, который был первым и действительно революционным прорывом, первым в классе, дальше, калабрутенип, зонабрутенип. Мы видим более детально. Я представлю, на самом деле, и Долизип, и совершенно новый вариант Долизип в последних слайдах моей презентации. Это новый ингибитор ПИА-3 кей, о котором мы также поговорим. А теперь второй вопрос. Второй вопрос, уважаемые коллеги. Все ли ПИА-3 кейки на З таргетным образом воздействуют на не те же изоформы ПИА-3 кей? Все ли ингибиторы воздействуют одинаково на все формы изоформы? Я знаю, что знаний, возможно, не хватает. Я полагаю, что, возможно, многие из вас, возможно, знают ответ. Итак, варианты ответов. Либо да, они все таргетным образом воздействуют на все изоформы ПИА-3 кей. Нет, идолизип – это двойной ингибитор, а дувелизип – нет. Нет, идолизип таргетным образом воздействует только на PI3K и дельта, в то время как двойной ингибитор дувелизип воздействует на PI3 гамма и дельта. Нет, все три PI3K ингибиторы воздействуют только на PI3 кеназу гамма. И нет, все три PI3K ингибиторы воздействуют таргетным образом только на PI3 кеназу дельта. Пожалуйста, выберите ваш ответ. И я надеюсь, сейчас мы увидим результаты голосования. Прекрасно, прекрасно. Я был уверен, я уверен, что вы знаете правильный ответ. Это правильный ответ номер три. И действительно, мы знаем, что идололизит таргетным образом воздействует только на PI3K и дельта, в то время как двойной ингибитор. Почему двойной? А потому что он воздействует на PI3K и дельта, и гамма. И поэтому он называется ДУ-ВЕЛИЗИ, потому что ДУ двойной, ДУА. Далее наиболее частые генетические альтерации в ХЛЛ представлены, конечно же, диалетцией 13Q, как это показано здесь. И все это приводит к потере микро-РНК, МИ-15 и МИ-16. В нормальном состоянии две эти микро-РНК ингибируют экспрессию BCL2. И это их нормальная функция. Но если они потерянные, то ингибирует BCL2 некому. То есть, соответственно, в результате соответствующей дилекции, которую мы наблюдаем в 15-м и 16, BCL2 ускоряется и блокируется апоптос. Именно по этой причине, собственно, и был когда-то разработан Венитоклакс, который мы знаем как препарат для лечения ХЛЛ со специфическим механизмом действия. То есть, как правило, BCL2 связывается с БИМом. И дальше секвестеры БИМа – это проапоптотические белки, которые, собственно, переводят BCL2 в антиапоптотическое состояние. Но Венитоклакс имеет большую активность, и он перетягивает на себя BCL2. То есть, БИМу ничего не остается. Он весь на себя его оттянул. И как только Венитоклакс присутствует, то БИМ начинает высвобождаться из BCL2. И поскольку БИМ имеет пропоптотическую активность, то тогда он начинает напрямую связываться с БАКСом и БАКом и промотировать поптотические каскады. Как вы видите, цитохром С в конечном итоге будет высвобождаться из митохондрий, что будет активировать активацию КАСПАС, и в конечном итоге мы видим гибель злокачественных клеток. Но это краткая схема. И я здесь кратко суммирую результаты по Венитоклаксу, его механизму действия. Итак, мы уже говорили, что ТП53 является крайне важной патогенетической характеристикой и также важным предиктором, и не только прогностическим, но и предиктивным фактором. И патологии ТП53 в ХЛЛ обязательно нужно оценивать до того, как вы начнете какую-либо терапию. Поэтому правило номер один. Сначала статус ТП53 перед каждой линией. А дальше мы видим, соответственно, амутационные мишени в ДНК-связывающем домене. Здесь нужно провести двойной анализ, скринировать на ТП53, как и всегда, потому что фишом мы ее не отловим. Но, кроме того, нужно тестировать и делецию CH-A17, потому что могут быть разные сценарии. Потому что могут быть сценарии только с мутацией, как вот здесь, например. Могут быть случаи с делецией только, как, например, вот здесь вот. А могут быть случаи и с тем, и с другим, и с делецией, и с мутацией. И, соответственно, мы делаем два теста, ТТП53 и CH-A17. Кроме того, мы должны перетестировать перед каждой линией. Перед каждой линией, я повторяю, потому что, как мы видим вот здесь из графика, частота дисрупции ТП53 или ее модификации возрастает в течение времени. То есть она приобретается. То есть, смотрите, если мы даем первую линию, там только 10% ТП53 мутации или, соответственно, дилеции, а затем это будет нарастать. То есть она приобретается. Безусловно, есть и мелкие соплоны, мутированные, которые присутствуют изначально. И мы, собственно, первыми их обнаружили еще в далеком 2014 году. Но пока еще здесь у нас пока нет возможности клинической практики для того, чтобы с ними бороться. Итак, помня эти молекулярные мишени, давайте перейдем теперь к введению рецидивирующих инфракторных пациентов с Хайлау. Основная идея, которую мы используем, очевидно, наличие прецизионной медицины, индивидуализированного подхода. Что такое прецизионный подход? А это, собственно, мы дошли до этого в Хайлау, понимаете, где мы можем выбирать не одну терапию для всех, как это было раньше, а конкретная терапия, которая будет работать в отдельной конкретной подгруппе пациентов с определенными характеристиками, с соответствующими биологическими характеристиками и биомаркерами. Поэтому наш традиционный подходец, где, ну, безусловно, мы, так сказать, даем арчок при ДБКЛ, например, да, то здесь все, там предикторов нет. И поэтому здесь терапия будет эффективна только у небольшой доли пациентов. Но давайте перейдем вот сюда. То есть, на самом деле, нам, наверное, не нужно так много прогностических биомаркеров. Нам нужны предиктивные биомаркеры, которые позволят нам индивидуализировать терапию. И это очень важно, это очень важно. И я бы предложил, так сказать, может быть, не научный слайд совершенно с этой тележкой, но тем не менее, он несет очень важный месседж для всех нас. И так у нас есть очень много прогностических факторов, так называемых прогностикаторов. Но в клинической практике нужно делать мудрый выбор. Денег на все не хватит. Поэтому мы как в супермаркет пришли, понимаете, вы набили тележку, толку нет. Но молекулярные биомаркеры, которые нужны в нашей клинической практике, нужны 17. Что нужно? Дилеция 17, мутация ТП-53, и статус наглубленов. IGVH. Мутационный статус, либо дикитеп. Вопрос к вам. Вы оцениваете ТП-53 и в клинической практике, вне исследований, просто вот у каждого пациента. Первый вариант. Да, в любой момент. Делаю фишом. Да, всегда, в любой момент назначения терапии, но только по ДНК, только через секвенирование. Да, всегда в момент назначения терапии и фишом, и секвенированием делаю. Нет, не делаю. Иногда делаю. В зависимости от возраста пациента, сохранности, либо каких-либо других факторов. Прошу вас выбрать ответ, подходящий для вашей практики. Ну что ж, я вижу определенную гидрогенность в ответах. Кто-то только фишом делает, это 20%. Но затем я вижу, что примерно 30% вообще не оценивают, я считаю, слово нет, то есть вообще не смотрят ТП-53. Как же так? И 32% оценивают только в определенной подгруппе пациента. Но моя рекомендация вам, уважаемые коллеги, в соответствии с рекомендациями, в соответствии со здравым смыслом, мы должны понимать, что по возможности мы должны выполнять тест всегда при начале следующей линии, как только вы назначаете любую линию терапии, и желательно и фишом, и ДНК, и фишом, и ДНК. Понимаете, это очень важно. И это рекомендуется всеми, посмотрите, всеми рекомендациями. И вот они здесь перечислены. И я надеюсь, что это более чем достаточно, чтобы убедить вас. Я понимаю, что это трудно, но нужно бороться, нужно бороться. Итак, я думаю, что, возможно, в России пока нет таких возможностей везде, но мы знаем, что, в частности, Россия аккредитована по сети ТП-53. Поэтому, пожалуйста, помните, помните, для того, чтобы быть аккредитованными и оставаться членами ЭРИК, мы должны делать фиш и ДНК для всех пациентов. Что такое ЭРИК? Это Европейская Реселинская Инициатива в Хайло. Все мы можем стать членами прямо сегодня, прямо завтра, если захотим. И, соответственно, в данном случае это не означает, что обязательно каждая больница должна иметь аккредитованную лабораторию. Пусть это будет несколько лабораторий, понимаете, они у вас уже есть. Я точно знаю, они у вас уже есть. И они могут быть аккредитованы по ТП-53 и по сети. Итак, при резидивирующем рефракторном Хайло терапия может пойти разными путями. Мы можем, так сказать, добиться хорошей ремиссии, глубокой ремиссии у сохранной пациенты. У менее сохранных пациентов нужно найти баланс между эффективностью и токсичностью для плохо сохранных пациентов. Безусловно, наша основная задача – не навредить. И, так сказать, улучшить качество жизни по возможности. Еще одна концепция, о которой нужно помнить – это время. Время рецидива. Это имеет огромное значение. И вот здесь на графике вы видите тех пациентов, которые срецидивировали после первой линии ФЦР. Которые, опять же, получили химио-иммунотерапию. То есть не новые препараты. Нет, они получили старую добрую химио-иммуно. Понимаете? Вот смотрите, есть пациенты, которые срецидивировали очень через долгий период времени, более шести лет. Эти пациенты получили преимущество от традиционного режима спасения. Но в отличие от них, те пациенты, которые срецидивировали очень рано, в течение первых трех лет, понимаете, и это, собственно, и было предложено в рекомендациях ЭСМА, а зачем подтверждено в нашей клинической практике, тогда мы видим, что вот эти пациенты с ранними рецидивами до трех лет, очевидно, не являются оптимальными кандидатами на традиционную терапию спасения, химио-иммунотерапию. Особенно сегодня, понимаете, когда у нас есть так много новых режимов, новых препаратов, которые доступны или будут доступны, как мы надеемся. Итак, перед вами эти пациенты, у которых просто полно аберраций ТП-53. Поэтому к ним нужно относиться с большой осторожностью. На фоне новых препаратов мы можем таргетным образом воздействовать на БТК. И в своей первой презентации, которую я сейчас рассказываю, я дам общий обзор. А затем в самой последней части я специально поговорю немножечко по ПИ-3К-ингибитору, Довилизибу. Итак, для рецидивива шерфактурного ХЛМ мы, конечно же, можем таргетным образом воздействовать на БТК. И мы уже видели, мы уже видели, собственно, где место БТК, вот этот сигнальный путь. И исследование Resonate, вот оно здесь представлено, его дизайн, публикованное в 2019 году, сравнивал перороны ибрутениб по сравнению с афотумумабом. Как вы знаете, это внутривенная форма введения. Это зарегистрированная терапия для рецидивирующего рефракторного ХЛМ. Данное исследование показало, безусловно, превосходство ибрутениба по сравнению с афотумумабом в сценарии рецидивирующего рефракторного ХЛМ. Что очень важно, что очень важно. Посмотрите, это, конечно же, невероятный результат, говоря как о ВБП, так и говоря об общей выживаемости. Поэтому мы многому научились, мы многому научились из этого первого исследования Resonate, и затем мы использовали это как первую линию терапии. И что очень важно, эффективность ибрутениба была показана в разных подгруппах пациентов, то есть в абсолютно разных. Ну, с одной стороны, здесь у нас пациенты с делецией 17П или с отсутствием делецией 17П. В обеих группах ибрутениба оказался лучше. Ну, может быть, при наличии делеции похуже, да, но тем не менее, все равно лучше, все равно лучше, чем все остальное. То же самое по мутации ТП53, дальше есть эффективность в обеих группах, но понятно, что когда ТП53 нет, это будет лучше. Кроме того, было проведено исследование, которое свело вместе несколько исследований. Это, опять же, рецидивирующие фрактурные пациенты с делецией 17П, которые получили терапию ибрутениба. И вот посмотрите, медиана времени в исследовании составила 28 месяцев, и число предшествующих линий терапии в среднем было 2, в медиане 2, то есть это предлеченные пациенты, причем активно предлеченные. И если мы видим, что медиана длительности исследования 28, но медиана ВВП и общей выживаемости даже не были достигнуты, не были достигнуты, то есть они сидели в этом исследовании 28 месяцев, а так никто ничего и не достиг. Потрясающе, потрясающе. Это прекрасная опция для всех пациентов, которые имеют аберрацию ТП53. Хотя, хотя очевидно, что здесь идет похуже, чем у дикого типа. У дикого типа получше, поэтому да, есть над чем работать, нет предела совершенству. Итак, следующий вопрос к вам, уважаемые коллеги. Мой вопрос, конечно же, предполагает, собственно, ту тему, которую мы собираемся обсуждать. Что из нижеперечисленного вы считаете основной ограничивающей токсинностью и брутиниба? Токсичность и брутиниба, инфекции, фибрилляция предсердия, гипертензия, кровотечение. Либо ничего вы такого не видели, и это прекрасно. Пожалуйста, выберите свой ответ. Продолжение следует... Пожалуйста, покажите нам результаты. Так, так, фибрилляцию выбрало давляющее большинство, 53% из наших респондентов. Хотя есть некоторые, которые не увидели ничего. Вот счастливцы. И это, на самом деле, интересный вариант. Я не думаю, что вот совсем уж ничего. Потому что, действительно, это зависит. Зависит от опыта с препаратом. Но, тем не менее, это приятно увидеть. Итак, вот данные по монотерапии и брутинибам у нелеченных пациентов с рецидивирующим рефракторным ХЛЛ. Это пятилетний опыт исследования клиники Энди Андерсон. Вот смотрите, 10% пациентов дали, дали. Гипертензия, ну, с ней легко, у нас так много вариантов. Инфекции, особенно в самом начале терапии. Ну, ничего, это тоже хорошо, справимся. Безусловно, нужно помнить, что, в принципе, это характерно всем BCR-ингибиторам. Понимаете, всем BCR-ингибиторам инфекции характерны. Нитропиния, но тоже в самом начале. И потом она практически сходит, ну, а нет. Фибрилляция. Фибрилляция, да, она присутствует, ну, в очень маленькой доле пациентов. Но я понимаю, что, возможно, это то, что, возможно, пугает врачей. Пугает врачей. Поэтому моя вам рекомендация, моя рекомендация. Обсуждайте с пациентом и с кардиологом его ситуацию до начала ибрутиниба. Мы это делаем в нашем центре. У нас есть кардиогематологический экспертный совет. И там сидит кардиолог, опытный кардиолог, который приходит и смотрит. Собственно, понимаете, это, собственно, одна и та же история всегда, за исключением только экстренных случаев. И вот она приходит, это кардиолог, в наше отделение, на наши заседания раз в неделю. Сидит там с нами целый день. Она принимает пациентов, делает ЭКГ, смотрит. И, собственно, все то, что нужно для пациента, выполняет. Таким образом, мы вот основали такую кардиогематологическую, ну, либо консилиум, назовите это, либо назовите это клиникой, как удобно. Это по новым препаратам, понимаете, по ТКИА и по Дегалезибу, по Дегалезибу, по всем, понимаете, по ибрутинибу. Там нужен опытный кардиолог, опытный кардиолог, который умеет работать с этими пациентами. Потому что если просто прийти к обычному кардиологу, там могут быть проблемы, могут быть проблемы. Поэтому я вам рекомендую найти, найти, если у вас еще нет такого замечательного кардиолога, так надо его привлечь, надо его найти, выцепить откуда-нибудь. Итак, исследование ЭСЕНТ, которое представлено здесь, которое однозначно показало преимуществах... Ибрутинибу на Акалабрутинибу, говоря об ОГП, и еще одна группа, это по выбору исследователя. Идололизи плюс ретоксимаб, ну, вы помните. Либо БЕР. И вот перед вами результаты исследования ЭСЕНТ, которые только были опубликованы моим другом, коллегам Пауло Геер. И вы видите превосходство Акалабрутиниба в монотерапии. Превосходство Акалабрутиниба в монотерапии против терапии по выбору исследователя, говоря о ВБП. Далее, переходя к ПИ-3, к ингибированию в рецидивирусном рефрактурном HIL-L. И вот мы сейчас более детально посмотрим разные результаты исследования. Итак, в 2014 году было опубликовано исследование доктора Фурмана в New England Journal of Medicine, которое показало превосходство Акалабрутиниба в комбинации с ретоксимабом в сравнении только с ретоксимабом. Вы, конечно, можете задаться вопросом, да кто это скажете, вы используете ретоксимаб как моно для рецидивирующего рефрактурного HIL-L. Но на самом деле в США полно, полно. Именно поэтому они такое исследование и сделали. Итак, эти пациенты имели очень неблагоприятные характеристики. Как вы видите, преимущество комбинации идололизип-ретоксимаб более чем очевидно и по ВБП, и по общей выживаемости, но только ретоксимабом. И, соответственно, это исследование привело к регистрации препарата идололизип. И далее идололизип оказался эффективен вне зависимости от аберрации ТП-53 и, более того, даже независимо от статуса гена иммуноглобулинов. Вы можете это видеть здесь. Это кривые, как с ТП-53, так и без ТП-53. Они, собственно, перекрываются. То же самое мы видим по мутированному и не мутированному статусу гена иммуноглобулинов. Ну, история идололизипа, она, конечно, непростая. Ну, просто, так сказать, для прояснения, и я думаю, что вы это, конечно, знаете, есть и другие гибиотерапии 3K. Идололизип один из них, есть идололизип. Идололизип имеет очень хорошую особенность, которая показана вот здесь. Смотрите, чем он отличается. Если вы посмотрите на KD в наномолях, то вы увидите, что он работает по разным изоформам, по двум. PI3K-гамма и PI3K-дельта. То есть это двойное ингибирование двух изоформ кеназы PI3K. В то время как идололизип работает только в отношении дельта. Только в отношении дельта. То есть, конечно же, это огромная разница. Огромная разница, говоря о биологии препарата. И мы уже увидели это в слайдах профессора Никитина. И далее мы более детально еще посмотрим. Вы уже увидели прекрасные результаты исследования Дуо, которые сравнивала Дуэллизип с Офатумумабом. Почему скажете вы Офатумумаб? Откуда он взялся? Ну, потому что на тот момент Офатумумаб, как мы уже говорили, собственно, был зарегистрированным препаратом для рецидивирующих рефракторных вариантов ХЛЛ. И, собственно, это было то же самое сравнение, которое использовалось, между прочим, и для исследования с Офатумумабом и Ретуксимабом. И здесь мы видим с вами преимущество. Вот это оценка исследователей и вероятность ВБП. Опять же, выраженное превосходство Дуэллизипа с медианой ВБП. 17,6 месяца по сравнению с 9 с небольшими месяцами на фоне Офатумумаба. Поэтому, пожалуйста, помните удвоение. Практически удвоение. То есть на самом деле это уже не первая линия. Это рефракторные и медианы. Линии терапии было две. То есть они были предлечены. Представляете, кто-то, может, в пятой линии так ответил. И давайте посмотрим на общую частоту ответа. Мы видим с вами частоту ответа по лимфатическим. Невероятно. 85% на фоне Дуэллизипа и только 15% по Офатумумабу ответили по лимфатическим узлам. Посмотрите. То есть узлы ушли у 85% пациентов, предлеченных пациентов, рецидивирующих, рефракторных. Очень важно. В разных подгруппах Дуэллизип показал однозначное превосходство по сравнению с Офатумумабом. По всем подгруппам, на какие бы мы ни посмотрели. Смотрите. Дилеция 17p есть или нет? Однозначно. И то, и другое в пользу Дуэллизипа. Дальше. Дилеция либо мутации ДВ53 и есть, и нет. И опять же мы видим оба варианта в пользу Дуэллизипа. Рефракторный, ранний рецидив, плохой прогноз, плохой прогноз. И опять же Дуэллизип лучше, чем Офатумаб и так далее. По всему списку, не буду его зачитывать, он очевиден. Поэтому по всем, по всем неблагоприятным клиническим и биологическим предикторам мы точно видим, анализ однозначно показывает преимущество под Дуэллизипа. Вот дальше, даже предшествующая противоопухолевая терапия меньше 12 месяцев. То есть это агрессивная форма. И смотрите, даже здесь это хорошо. Естественно, мы можем попытаться объяснить эту невероятную эффективность Дуэллизипа. Потому что если мы перейдем к темам трансляционной медицины, которые представлены здесь, смотрите. Здесь есть выраженные изменения по многим цитокинам. Посмотрите. И они в гораздо большей степени изменяются на фоне Дуэллизипа по сравнению с Офатумабом. То есть Дуэллизип меняет весь профиль. Я не буду сейчас углубляться в детали, но вы видите, что он повлиял на все эти цитокины. Вот те цитокины, которые были снижены по своему нормальному уровню, и они, собственно, играли роль в поддержании лейкозных клеток. Кроме того, у них была роль в поддержании микроокружения опухолей. То есть он и все их уронил. То есть основная концепция Дуэллизипа. Вы таргетным образом воздействуете не только на лейкозные клетки, но также и на микроокружение. И, соответственно, мы видим, это оказывается очень важной, уникальной характеристикой Дуэллизипа, говоря о патогенезе Хэллоу. Токсичность. Ну, что здесь сказать? Я думаю, что с целями экономии времени мы можем поговорить об этом чуть позже, но буквально пару слов скажу. Ну, это, собственно, то, что мы и ожидали. Как то, что мы и ожидали от Эдаллизипа диарея, аутоиммунные процессы частичные, в частности, зуд и еще инфекции. Но, пожалуйста, помните, что эти пациенты, они уже были рецидивирующими Эдфрактерными Хэллоу. Очень распространенный процесс. Очень распространенный. Но мы к этому еще вернемся. В общем и целом, токсичность Дуэллизипа напоминает ту, что было у Эдаллизипа. Примерно, примерно. Но, кроме того, мы-то уже знаем, как с этим бороться. Но, кроме того, мы знаем, что это вполне управляемый профиль безопасности. Перейдем к Венитоклаксу. Это еще одна опция для рецидивирующего рефракторного Хэллоу. Итак, вы видите, что клетки Хэллоу очень зависят от БСЕЛ-2. Иначе не выезжут. Я вам уже говорила, что БСЕЛ-2, смотрите, секвестеры связываются с БИМом. В присутствии Венитоклакса, который садится сам, они вытесняют БИМ. Для него нет места. И чем больше БСЕЛ-2 сидит в клетках, тем больше БИМа полезет в результате воздействия Венитоклакса и будет высвобождаться. Венитоклакс выпихивает БИМ. Выпихивает БИМ. Поэтому, собственно, это идеальный вариант для того, чтобы вызвать апоптос. Эписвамин и исследование Мурана в рецидивившем рефракторном сценарии. То есть пациенты имели фиксированную длительность терапии и сравнивали Венитоклакса с ритоксимаб в комбинации, по сравнению с Бендамуздином, ритоксимаб, БР, БР. Но этот результат вам хорошо знаком. И преимущества комбинации Венитоклакса с ритоксимаб по сравнению с комбинацией БР, более чем очевидная. Более чем очевидная. И в оценке ВБП, и в оценке общей выживаемости. Снова посмотрим на превосходство венитоклакса с ритоксимаб по сравнению с БР по всем клиническим биологическим группам, которые представлены здесь. Вопрос номер 5. Оцениваете ли вы статус моба, минимальные остаточные болезни, в вашей тренической практике вне исследований? И если да, то да, всегда проточность и титометрии. Если да, пожалуйста, ПЦР делаем. Нет, не показаны рекомендациями. Да, но только у тех пациентов, которые получают комбинацию ВР. Нет, только у тех пациентов, которые принимают либо дуэлизип, либо ибрутеник. Пожалуйста, выбирайте ваш ответ. Моб, кстати говоря, еще до какой степени точности? 10 в минус какой? Так, выберу ПЦР. Может, кто-нибудь делает. Мы ждем результатов. Так, так. 47% говорят да. Да, и делаем проточность и титометрии. 40% нет, пишут. Нет, я даже читаю это. Нет, потому что рекомендации не говорят об этом. 40%? Да посмотрите. Позвольте прокомментировать это. Вот это отношение в нашем центре. Потому что МОБ не рекомендует с гайдлайнами. Мы этого не делаем. Мы не делаем. Мы делаем только в КЛИН-исследованиях. Ну и кроме того, тогда мы не сможем использовать результат. Однако же, на самом деле, в будущем это скоро изменится. Потому что в контексте исследования Мурана было показано, что очень большая доля пациентов, вот эти пациенты, которые получили комбинацию ВР, достигли отрицательного МОБа до уровня 10 минус 4, минус 4, как вы можете видеть. И статус МОБ отрицательности, как вы видите, говорит о том, что пациенты будут иметь длительную выживаемость, как было показано здесь, по достижению этого плата. Ну или, как минимум, очень длинную ВВП. Поэтому, скорее всего, если вы еще ничего не делаете, то скоро начнете делать. Потому что в ближайшем будущем рекомендации, скорее всего, и изменятся. Ну, собственно, ассоциация дилеции 17П и ТП-53, мы понимаем, дает повышенный риск прогрессирования заболевания после терапии. ПД – это прогрессирование заболевания. И, соответственно, здесь мы и видим с вами, смотрите число спрогрессировавших в красном среди тех пациентов, которые имели либо дилецию 17П, либо мутацию ТП-53 по сравнению с теми, кто не имели таковых с диким типом. Поэтому будьте осторожны. Особенно у этих пациентов. Потому что у Мурана была ограниченная длительность терапии, понимаете? А мы до сих пор не знаем, было ли это идеально. Может быть, надо было подольше полечить. Поэтому, скорее всего, более длительная терапия была бы лучше. Еще один важный вопрос. Итак, в ХЛЛ было, ну, не знаю, как сейчас, синдром туморлизиса. ТЛС – это туморлизис синдром. Ну, соответственно, мы знаем, что мы можем давать профилактику. Это требуется, собственно, при терапии определенных препаратов. А вот каких? Где вы будете давать профилактику туморлизис синдрома? При какой терапии? Либрутинип, ИЛЛ-ЗИП, ЛТОКСИМАФИ, НИТОКЛАКС, ДУБЕЛИЗИП? Либо никого из вышеперечисленных. Пожалуйста, выберите ваш ответ. Продолжение следует... Итак, смотрим на результаты. Очень хорошо, очень хорошо. По ВИНИТОКЛАКСу. Ну, я думаю, что сейчас мы уже можем это делать. Профиль токсичности различается по разным режимам. И я хочу показать вам, смотрите, ибрутинип, гипертензия, фибрилляция и значимые кровотисечения, комбинация ИЛЛ-ЗИП, притоксимаб, диарея, трансаминазы могут полезть, колит и пневмонит, аутоиммунная история. По ВИНИТОКЛАКСу, ритоксимабу, видим, туморлизис синдром, гипергликемия 2%, околобрутинип, запоры, ну, немного, обдовелизибу, примерно то же самое, что в ИЛЛ-ЗИПе. То есть та же диарея, те же колиты и пневмониты. Ну, трансаминазы тоже могут быть, но увидим. Итак, что происходит с аллогенной трансплантацией? Вот смотрите, резко снизилось, резко снизилось во всех когортах, потому что со всеми этими новыми вариантами мы как-то стали меньше использовать аллогенную трансплантацию, но, возможно, возможно, это остается как хорошая опция у тех пациентов, которые достаточно молодые, достаточно сохранные и которые дают неудачу на первых двух линиях инновационных препаратах. Ну, допустим, неудача на ибротинибе и на ВИНИТОКЛАКСе. Тогда, тогда, если вы можете дотянуться до ответа на ВИНИТОКЛАКСе, тогда можно подумать о возможности трансплантации в этой ситуации, потому что, на самом деле, опций уже остается не так много потом. Дувелизив может быть опцией, но когда она, так сказать, зарегистрируется, и пока еще опыта у нас достаточно маловато. И с дувелизивом и ВИНИТОКЛАКСом, между прочим. Поэтому, суммируя выше сказанное, опций много для рецидивирующего рефакторного ХЛЛ без аберраций ТП-53, и они представлены здесь. Конечно же, у нас есть и иммунохимиотерапия, хотя мы, честно говоря, не очень много ее используем, но она остается, остается опций. Видите, дувелизив появился у нас на небосклоне для рецидивирующих рефакторных опций, как для молодых и для пожилых пациентов. Теперь по аберрации ТП-53. Здесь надо тестировать, и я еще раз повторяю. Пожалуйста, пожалуйста, коллеги, тестируйте перед каждой линией, потому что она приобретается, и здесь не нужно использовать иммунохимиотерапию у этих пациентов. Нужно использовать новые препараты. Ну, а теперь введение синдрома Рихтера. Это короткая часть. И на этом я закончу. Но, понимаете, часто этим пренебрегают. Мы должны, конечно же, заподозрить Брифтера, если мы видим объемные заболевания, балки заболеваний, экстранатальную симптоматику, басимптоматику, очень высокие ЛДГ. И, конечно же, Рихтер подтверждается биопсией. Биопсия в идеале под контролем ПЭТ. Если вы подозреваете Рихтера, и это вопрос к вам, вы используете биопсию лимфатических узлов при иммуноференотипировании по периферической крови, либо по аспирату костного мозга, либо по ПЭТ, либо ничего из вышеперечисленного, либо все из вышеперечисленного. Итак, если вы подозреваете Рихтера, что вы делаете помимо биопсии лимфатического узла? И я надеюсь, мы скоро увидим результаты. Вижу, вижу. Итак, мне кажется, наиболее оптимальный ответ – это ПЭТ. Ну, с моей точки зрения. Мне кажется, очень важно проводить ПЭТ, потому что ПЭТ поможет вам понять, есть ли у вас высокий СУФ или нет. И тогда, собственно, вы можете думать о Рихтере. Потому что Рихтер, возможно, клонально связан с определенной фазой Хэлл. То есть это будет тот же самый клон. А 20% – нет. Это не будет связано по клону. То есть это другой вариант. Если это другая лимфома, то есть это, например, Денова ДБКЛ, понимаете, которая вылезла в контексте Хэлл, это тоже может быть. И на самом деле очень важно различать эти состояния, клонально сходные или клонально различные, потому что это может быть ДБКЛ, которые полезли. И, соответственно, это важно различать. И я хочу задать следующий вопрос. А оцениваете ли вы клональную взаимосвязь Рихтера и клона Хэлл? Да, всегда, никогда, иногда. Только у пациентов, которым возможно проведение трансплантации, либо только у пациентов, которым невозможно проведение трансплантации. Я знаю, что это, в общем-то, вопрос сложный. Продолжение следует... Ну что ж, прекрасно. Я вижу, что иногда... Это наиболее часто встречающийся ответ среди наших участников. Иногда, да. Видите, я читаю крипицу, говорит профессор Жан-Лука Гайдана. Мы делаем только у пациентов кандидацию на трансплантацию. Конечно, для исследовательских целей, протоколах всегда, но для клинических целей только те, кто сохранен для трансплантации. У них делаем. Потому что, понимаете, это влияет на выбор трансплантации. Потому что те, кто клонально не связаны, здесь, может быть, не надо делать трансплантацию. Итак, синдром Рихтера, даже в эру новых препаратов, его присутствие отмечено на фоне новых исследований и на фоне новых препаратов также. Он хорошо известен. И пока это еще открытая медицинская потребность, потому что биология опухоли, как правило, агрессивна. Как правило, агрессивна. И вот здесь вы видите очень высокая частота аберрации ТП-53, либо мутации, либо дилеции. Кроме того, МИК мы видим в потере CDK-N2A. Это ингибиторы, которые потеряны. И, понимаете, будьте осторожны с пациентами, которые клонально связаны. Потому что у них самый худший генотип, понимаете, очень высокая частота аберрации ТП-53. А почему мы говорим, что клонально не связаны? У них всего лишь 20% аберрации ТП-53 по сравнению с БКЛ-ДНОВА. Поэтому, что мы можем предложить этим пациентам? Мы проводим индукцию. Любым из режимов можем выбирать. Как правило, берем R-ЧОП, а затем постремиссионную трансплантацию стволовых, которая, возможно, будет курабельна. У небольшого числа, как минимум, понимаете, либо АЛЛА, либо АУТО делаем с донором, если нет возможности. Перед вами наш алгоритм, нашей клиники ведения Рихтера. Как только мы заподозрили клинические, мы сразу делаем ПЭТ. Дальше, если ПЭТ положительный, мы делаем биопсию под контролем ПЭТ, я повторяю. Если мы все-таки подтверждаем ДБКЛ, тогда оцениваем клональную взаимосвязь, особенно у тех пациентов, которые являются кандидатами в трансплантацию. И если это клонально связанный вариант, то есть это левая сторона, тогда мы ищем донора, делаем индукцию и пытаемся провести аллогенную, ну, либо хотя бы аутологичную. Если те пациенты имеют несвязанные клоны, то есть полез несвязанный клон, тогда мы просто лечим, как ДБКЛ, ДНОВА, назначая РЧОП. Мы их не трансплантируем. Это мой последний слайд. Много-много потенциальных мишеней для ХЛЛ. Но и препаратов уже много. Но понятно, что в будущем у нас все равно останутся как новые препараты, таргетные варианты. Но, кроме того, и комбинации будут, комбинации препаратов. И это на самом деле то, что мы, наверное, увидим в ближайшем будущем. Итак, мой последний вопрос к вам. Ну, в случае многих терапевтических опций ХЛЛ, что вы считаете приоритетом в будущем? Что нужно делать? Прямые сравнительные исследования, идентификации прогностических факторов, выявление предикторов, все вышеперечисленное, либо что-то другое. Пожалуйста, с вашей точки зрения, что день грядущий нам готовит? И его мой взор напрасно ловит. И... И... И я надеюсь, что результаты готовы. Ну что ж, очень хорошо, все вышеперечисленное, прекрасно, прекрасно, да. Нам нужны прямые сравнительные исследования. У нас их часто нет, но они нам нужны, нам нужны. И мы должны, безусловно, сказать это однозначно всем тем, кто рисует дизайны исследований, да, нам нужны и прогностические факторы. Они есть, но нужно больше, а особенно нужны предикторы для того, чтобы оптимизировать наши ресурсы. Ну и, наконец, последний вывод. Аперацию ТЭП-53 необходимо оценивать перед каждым назначением терапии. Таргетное воздействие БТК, ПИ-3К и ВСЛ-2 – это все валидные опции при инсидивирующем рефлексированном ХЛЛ. Венитоклекс предлагает возможность терапии фиксированной длительности на первой и второй линии иммунохимиотерапии при рецидивирующем ХЛЛ уже редко, он редко выделяет слово, используется. И, собственно, может быть, комбинированная терапия может стать стандартом ХЛЛ. И, Рихтер, пока еще открытая клиническая потребность. И здесь я хочу поблагодарить моих коллег в нашем центре ЮПИО, а также коллег в Швейцарском институте онкологии и Давида Росси, потому что у нас с ним очень длительное сотрудничество. Большое спасибо. Это был мой последний слайд. Спасибо большое, профессор Гайдана. Я хотел бы спросить у организаторов, слышно ли меня сейчас? Можно ли... Да, мы вас слышим, Евгений Александрович, мы вас хорошо слышим. Спасибо огромное. Ну, что, это замечательная лекция. Я бы назвал ее совершенно прекрасным утренним общением. Мы узнали из нее очень много нового. Это очень информативная лекция. Конечно, мы могли проверить свои знания. И я отдаю дань организаторам и профессору Гайдана. Дело в том, что вопросы сформулированы очень хорошо. То есть это не какая-то банальность. Конечно, эта лекция обнажила наши проблемы и материальные проблемы, и мировоззренческие. Под материальными я имею в виду ту ситуацию, что не все из нас имеют доступ к молекулярному тестированию КО-53 и к КИШУ даже. Под мировоззренческими я имею в виду то, что... Видите, как поделилась аудитория. Половина определяет минимально остаточную болезнь в конце именно химиотерапии. Половина не определяет. Хотя возможности такие есть сейчас. И даже, в общем-то, если использовать последние методики проточницы КО-53, то это в одной пробирке делается. Я хочу просто... Это очень давний спор, я должен сказать. У нас вот есть, скажем, наши нижегородские коллеги, которые агрессивно против определения минимальной остаточной болезни, потому что этого нет рекомендации. И с клинической точки зрения ничего не дает. Но я вам должен сказать, что мы не должны фокусироваться в этом вопросе только... Это мое мнение. Только на результате, скажем, на отрицательном результате МОК. Дело в том, что если у пациентов по завершению терапии остается более 1% клеток ХЛЛ, то это крайне неблагоприятно. Это фактически группа высокого риска. И вы должны думать, что с этим пациентом делать дальше. Это же тоже имеет значение. Поэтому минимальная остаточная болезнь не только для того, чтобы показать, какой хороший ответ мы получили, но и для того, чтобы идентифицировать группу риска. Это важно. Конечно, мы очень признательны профессору Гайдану за совет в отношении кардиолога. Я бы сказал, что вот в нашей области, с ХЛЛ, без кардиолога, это вот единственная специальность, без которой обходиться реально очень тяжело. Но кардиологов очень трудно найти. И в отношении мерцательной аритмии, вы помните, был вопрос там, что вы считаете ведущей токсичностью ибрутиниба? Дело все в том, что у нас из трех... Вот недавно Эльин Александрович завершил анализ. Из 308 пациентов, которые получали ибрутиниб, 54 имели мерцательную аритмию. 54 случая мерцательной аритмии, у которых разбилась она в динамике на подлечении. Из них было 36 новых случаев. Из этих пациентов никто не умер в подмерцательной аритмии. Но дело все в том, что проблемы, которые возникали при введении этих пациентов, они очень серьезные и существенные. Потому что мерцательная аритмия влечет за собой назначение антикоагулянтов обязательно. И, соответственно, необходимость бороться с кровоточивостью, которая возникает в этом отношении. Поэтому да, действительно, инфекция – это никакая не проблема. Инфекция – это проблема рефракторного хроничкового лимфлюкоза. Кровоточивость носит минимальный характер. У некоторых пациентов она тяжелая. В основном это минимальная проблема. А вот мерцательная аритмия, артериальная гипертензия – да. Это с учетом того, что основная масса пациентов у нас сейчас наблюдается на сроке от 1,5 до 4 лет. Это действительно становится одной из ключевых проблем при введении пациентов на брутинип. Также я хотел бы сказать, что… Ну, вот там по поводу ПЭД был тот же вопрос. У меня маленький комментарий. Там я сказал, что, может быть, очень быстро перевод прозвучал, поэтому был такой странный ответ. Понимаете, вопрос был, какой метод позволяет выбрать узел для биопсии, для диагностики синдрома Рихтера. Значит, конечно, ПЭД, только ПЭД. Никаким образом непроточная экспериметрия ничего не позволяет вам определить. И мы должны с вами понимать, что, конечно, клональную связь между синдромом Рихтера и хроническим лимфоликозом установить бывает трудно. Для этого надо делать молекулярный анализ. Но это имеет очень большое значение, потому что, если это несвязанные вещи, то есть, если это ДНОВА, диагностная бакуртнокречная лимфома, то там будет точно так же эффективен РЧОК, как и при другом случае диагностной бакуртнокречной лимфомы. И мы, если у нас нет возможности делать молекулярный анализ, мы можем сравнить изотип легких цепей. Если у нас была каппа, а стала лямбда, например, или была лямбда, а стала каппа, то тогда это нам скажет, что это, вероятно, несвязанные совершенно клоны. Если изотип легких цепей одинаковых, то мы ничего сказать не можем, потому что это, возможно, и та, и другая ситуация. Но точно, конечно, установить связь можно с помощью молекулярного анализа. И это имеет очень большое значение. Теперь у меня я хотел спросить, задать несколько вопросов к профессору Гайдана. И, кстати, коллеги, если у вас есть желание задать вопрос, то вы можете написать в чат. Я вот не знаю, как нам организаторы организуют, как это устроено. Могут ли слушатели задавать напрямую вопросы. Но пока вопросов я в чате не вижу, я хочу спросить все-таки профессора Гайдана, какой уровень SUV вы в своей клинике используете для решения вопроса о проведении биопсии? 5, 10, 15, вот как вы поступаете? Мы, как правило, адаптировали 10, 10 у нас. Но я понимаю вашу озабоченность, я понимаю смысл вашего вопроса. Мы провели исследование в контексте Джимеймы, и было еще совсем недавнее исследование, и мы взяли десятку. Но я понимаю, что вы имеете в виду, я прекрасно понимаю. Я думаю, что, безусловно, здесь надо бы провести большое международное исследование, потому что Рихтер – такая редкая штука. Поэтому, чтобы нам набрать пациентов, нужно всем вместе собраться, и при этом нужно иметь и централизованную лабораторию, централизованный PET, как минимум, для того, чтобы лучшее пороговое приединить. Мы у себя взяли десятку пока, но взяли так скорее, в общем, так решили просто. Спасибо большое. И еще, вот мы сейчас работаем. Но опять же, поскольку мы получаем результат PET, и вдруг видим множественные очаги, которые потенциально имеют разные СУВы, поэтому для того, чтобы выполнить биопсию, мы выбираем тот, который имеет самый высокий СУВ. Вот этот выбираем. И, естественно, обсуждаем это с хирургами, чтобы это было выполнимо, то есть насколько это достижимо хирургически с очаг самым высоким СУВом. И чаще всего это абдоминальные лимфатические узлы, и поэтому это не всегда так легко, как у поверхностных. Но делаем все, что возможно. Вместе с хирургами садимся для того, чтобы все-таки пойти и выбрать тот узелок, который имеет самый высокий СУВ. Но, так сказать, сначала у нас идет подозрение. Мы оставляем десятку как пороговое, но при этом я понимаю, я понимаю, что я это очень быстро промелькнул в своих слайдах. Даже при положительных ПЭТ вы можете получить результат акселерации хайлал. Ну, либо это может быть солидная опухоль, понимаете? Это может быть солидная опухоль, которая также может быть ПЭТ, видимо, потому что пациенты с хайлал, как вы знаете, имеют более высокие относительные риски развития солидных опухолей. То есть на самом деле очень важно, очень важно взять биопсию, если это, конечно, возможно. Спасибо. Да, да. Я, кстати, хочу сказать, что я очень впечатлен результатами, которые вы докладывали, о отношении эффективности аллогенной трансплантации и алкологичной трансплантации при клонально связанном синдроме Рихтера, потому что вот обычно этот контингент пациентов, с которыми мы работаем, это тяжелейшие люди. Им даже ничего провести-то не удается. Но фактически даже РЧОП подвергает их тяжелейшую цитопению в инфекции, и дальше ничего сделать нельзя. Поэтому я думаю, что это достижение какой-то очень высокой медицины. У нас, в общем-то, подготовить такого человека к трансплантации, к аллогенной, то есть достаточно такой трениссии практически никогда не дается. Поэтому это выдающийся результат, что вообще удается собрать такое число пациентов, которым удалось провести аллогенную трансплантацию. Скажите, профессор, а вот мы сейчас и брутиниб применяем в основном в монорежиме. Я понимаю, что мой вопрос, может быть, опережает время, но как вы полагаете, дуэлисиб будет использоваться в монорежиме или в комбинации? И что вы думаете о двойной блокаде бэклэкшного рецептора, например, об использовании дуэлисиба и брутиниба? Вот такой вопрос на будущее. Да, безусловно, это очень интересный вопрос. Итак, говоря по брутинибу, как вы прекрасно знаете, исследования, которые, собственно, пытались комбинировать и брутиниб с анти-CD20 антителом, закончились контрастирующими результатами. То есть не было однозначности. Мы не уверены искренне исследования, которое есть, что анти-CD20 действительно улучшает терапию. Пока непонятно, не очень понятно. Поэтому я должна сказать, что данные исследования не были однозначно конкордантными, то есть не все совпало. А так бывает в медицине, так бывает. Дальше комбинация дуэлисиба с анти-CD20 антителами. Возможно, возможно, это будет привлекательной опцией. И, безусловно, это будет тестироваться. И уже пробовали тестировать. И, очевидно, это пока еще нерелевантно сегодня. Но здесь есть хорошее обоснование, потому что в таком случае мы можем атаковать клетки изнутри, пиатрикеназы по биохимии и извне, и извне, используя иммунологические механизмы, допустим, либо абинутузумаба, либо ретоксимаба. Комбинация ингибиторов BTK и ингибиторов PI3 киназа – это тоже может быть стратегией. Но я бы несколько консервативно относился к этой кумулятивной токсичности, понимаете, особенно по инфекции. Меня бы это, так сказать, настораживало, потому что оба класса препаратов, они, как вы знаете, ассоциированы с определенной частотой развития инфекции, что мы, собственно, также видим. И видим в реальности, да, особенно пневмонии, как мы все прекрасно знаем, и сепсис. Вот этого вообще не надо. Поэтому я несколько консервативно отношусь к этому варианту, чтобы проингибировать оба пути BC-клеточных рецепторов. Но, опять же, клиноисследования нам все скажут, все показывают. Другие опции вместо этого могут быть какие? Мы можем проингибировать путь BCR, и, соответственно, тогда одновременно мы можем это сделать либо последовательно, либо последовательно. Мне кажется, последовательность терапии, да, возможно, это не так просто сейчас в контексте ХЛЛ. Что начинать первым, что продолжать вторым, ну и что дальше брать третьим, да, поэтому последовательная терапия – это пока еще то, что мы должны изучить. Спасибо. Но я абсолютно согласен с вами, да. Вопрос очень интересный, опция интересная, и я уверена, что в будущем мы получим однозначный ответ. Спасибо. Спасибо большое. Я вижу, что вопросов так пока и не появилось, поэтому мы должны двигаться дальше. И я тогда передаю слово Екатерине Сергеевне Местеровой, которая предоставит нам первый клинический случай в общем-то жизнь, так сказать, жизнь в эру до таргетных препаратов. Пожалуйста, Екатерина Сергеевна, вам слово. Глубоковажаемые коллеги, добрый день. Позвольте представить вашему вниманию демонстрацию клинического случая, одного из рядовых клинических случаев, с которыми сталкиваются врачи-гематологи или онкологи, в основном работающие вне стенах научно-исследовательских центров. И история нашего пациента началась в 2008 году, до того момента, когда стали появляться новые доступные препараты, которые, возможно, могли бы в корне изменить ситуацию с нашим больным. Итак, пациент. Пациент 67 лет. В декабре 2008 года при плановом обследовании обнаружил в общем анализе крови лейкоцитоз 100 тысяч. Процент лимфоцитов составил 50%. В марте 2009 года отметилась тенденция к нарастанию лейкоцитоза до 170 тысяч. При этом процент лимфоцитов составил 89% при нормальных показателях гемоглобина и тромбоцитов. Был установлен диагноз хронического лимфоликоза при проведении иммунофенотипирования периферической крови методом проточной цитофлюориметрии была обнаружена коэкспрессия опухолевыми клетками CD19, CD5 и CD23. При ультразвуковом исследовании диагностирована очень скромная периферическая лимфоденопатия, размеры селезенки были в пределах нормальных значений. И в качестве терапии первой линии был выбран режим ФЦР, было проведено 6 курсов с эффектом достижения частичной ремиссии заболевания. После 6 курсов сохранялась остаточная популяция опухолевых клеток периферической крови 0,42%. Была выбрана тактика динамического наблюдения больного. В апреле 2010 года, то есть спустя 9 месяцев от окончания терапии первой линии, в общем анализе крови было диагностировано изолированное снижение гемоглобина до 88 грамм в литре, при этом количество тромбоцитов и лейкоцитов было в пределах нормальных значений. Процент лимфоцитов составил 68%. Также была отмечена ретикулоцитопения, проба комса отрицательная, в пунктате костного мозга процент лимфоцитов составил 72%, при этом эритроидный росток был угнетен, нормоциты 0,8%, мегакариоциты не обнаружены. В трепанобиоптате отмечалось умеренное увеличение клеточности при минимальной лимфоидной инфильтрации. Парбовирус В19 отрицательный и проводимая заместительная терапия компонентами крови, а также терапия эритропоэтином оказалась без эффекта. Таким образом, у пациента был установлен синдром парциальной кровноклеточной аплазии, в пользу которой были следующие факторы. Это глубокая трансфузионно-зависимая анемия, 0,8% нормоцитов в мелограмме. Таким образом, у пациента был установлен диагноз парциальная красноклеточная аплазия. В пользу данного синдрома были следующие факторы. Это глубокая трансфузионно-зависимая анемия, нормоциты 0,8% при нормальном количестве тромбоцитов, отсутствие признаков гемолиза, отсутствие данных за милодиспластический синдром, отсутствие данных за инфекционную природу аплазии. Пациенту была начата терапия метилпреднизолом в течение 4 недель без эффекта и в июле 2010 года выполнено первое введение ретуксимама. После первого введения отмечались такие инфекционные осложнения, как чаговая двухсторонняя пневмония тяжелой степени. Пациенту многократно проводились курсы антибактериальной терапии вплоть до октября 2010 года. То есть попытка справиться с инфекционными осложнениями предпринималась в течение 4 месяцев. И когда инфекционные осложнения были купированы, возобновлено введение ретуксимама, выполнено 8 введений с хорошей положительной динамикой, повышение гемоглобина до стойкая до 100 грамм в литре и уменьшение потребности в гемотрансфузах. Последующие 2 года повода для обращения к гематологу пациента не было, однако в январе 2013 года пациент повторно обращается к врачу с общим анализом крови, где отмечается нарастание лейкоцитоза 189 тысяч, процент лимфоцитов 90%, тромбоцитопения 29 тысяч и гемоглобин 100 грамм в литре. Таким образом, у пациента был диагностирован поздний рецидив хронического лимфоликоза, который подтвержден иммунофенотипированием лимфоцитов пунктата костного мозга. В пунктате костного мозга лимфоциты составили 96%. В костном мозге костный мозг был гиперклеточный, где визуализировалось лимфоидный инфильтрат диффузно-интерстициального характера, который был представлен преимущественно мелкими лимфоидными клетками с ядрами округловальной формы и комковатой, то есть дрелой структурой хроматина, что тоже говорит в пользу ХЛЛ. При цитогенетическом исследовании пунктата костного мозга в 90% ядер была выявлена прогностически неблагоприятная поломка это Делеца 17-13 и 13-14. Антитромбоцитарные, антитрецитарные антитела не обнаружены. Активность лактадогидрогеназы составила 903 единиц в литре. Объем поражения на момент рецидива это очень скромная периферическая лимфоденопатия, которая фактически не была доступна для биопсии. Единичные внутригрудные лимфатические узлы забрюшины абдоминальными максимальными размерами до 28 мм, размеры селезенки 17 см, размеры печени в норме. Таким образом, диагноз звучал следующим образом, это хронический лимфолейкоз в стадии цепа бинет, прогрессирующая форма, состояние после 6 циклов ФЦР, частичная ремиссия, аутоиммунная парциальная клеточная аплазия, состояние после терапии метилпреднизолоном и 8 введений ретуксимаба с эффектом, поздний рецидив ХЛЛ, с билицией 17П13 и 13К14. Из наиболее значимых сопутствующих заболеваний пациент имел проксизмальную форму фибрилляции предсердий и ишемическую болезнь сердца с гипертонической болезнью. Таким образом, пока проводилась диагностика и подтверждение рецидива, у пациента появляется геморрагический синдром носового кровотечения петхиальная симптонагав, что послужило поводом для проведения курса по витальным показаниям с учетом коморбидности. Это режим РЦВП. Из-за осложнений после курса развития двухсторонней субтотальной пневмонии бактериальной отеологии пациенту выполнено контрольное обследование для оценки противоопухолевого ответа и противоопухолевый ответ оказался очень скромным. В общем анализе крови лейкоциты 168 тысяч, лимфоцитоз 88 процентов, сохраняется тромбоцитопения и анемия, требующие постоянной заместительной трансфузионной терапии. ЛДГ активность 797 единиц в литре. Размеры лимфоузлов без динамики. Учитывая резистентность опухоли и тяжелое состояние пациента в качестве терапии третьей линии, а также учитывая генетические поломки, в качестве терапии третьей линии был выбран режим ретоксимапс-бендамустина, после которого мы наблюдали некую частичную химиочувствительность опухоли, лейкоцитоз снизился со 168 тысяч до 4 тысяч, однако сохранялся процент лимфоцитов высокий, 92 процента. При этом при иммунохимическом исследовании белков сыворотки крови наблюдалась глубокая гипогамма-глобулиномия, гипогамма-глобулиномия, ЛДГ активность 640 единиц в литре и зависимость в постоянных трансфузиях компонентами крови. Через 2 недели от окончания химиотерапии состояние пациента продолжало прогрессивно ухудшаться, развитие опухолевого гроцитоза, сохранение тромбоцитопении и анемии, развитие геморрагического синдрома, гематомы в правой подмышечной области, петахиальная сыпь на передней поверхности живота, нарастание активности лактады гидрогеназы, увеличение размеров забрешенных лимфоузлов с образованием конгломератов, появление гектической лихорадки, появление тяжелых инфекционных осложнений, это двусторонняя нижнедолевая плевропневмония, смешанная теология, стоматит, язвенно-некротический энтероколит и развитие грамм-плюс и грамм-минус сепсиса. Учитывая прогрессирующее течение заболевания, нарастание полиорганной недостаточности, пациент был переведен в реанимационное отделение, где появляется нейрологическая симптоматика. При проведении общего анализа ликвора, пациенту выполнялась любальная пункция, а также при проведении иммунофенотипирования ликвора, была диагностирована нейроликемия. Однако, несмотря на большой объем проводимых антибактериальной противогрипповой терапии, постоянной заместительной терапии, 20 мая 2013 года пациент умер в реанимационном отделении. Таким образом, данный клинический случай поднимает ряд проблем, с которыми сталкиваются врачи при ведении таких пациентов. Первое, это резистентность опухоли, и иногда она бывает даже в дебюте заболевания. Второе, это хрупкость здоровья пожилого пациента, что вынуждает врачам выбор делать в пользу менее токсичных, но высокоэффективных препаратов. Как правило, такими свойствами обладают таргетные препараты. И, конечно, третья проблема, это тяжелый иммунодефицит, который требует не только постоянной заместительной терапии иммуноглобулинами, но и лечения тяжелых инфекционных осложнений. Спасибо. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Ну, такой тяжелый случай, который показывает в общем безнадежность. Сейчас уже вот ретераптивно возвращаясь в 2014 год, мне даже просто не хочется думать об этом времени. И о том, как можно жить без каких-то новых препаратов. Такой пациент с таким иммунодефицитом в таком состоянии мог бы ответить на таргетные препараты вполне. Ну, например, учитывая, что у него мерцательная аритмия, учитывая, что это не очень хорошо для эврутииба, может быть, мы могли бы предложить ему трубой иммунодефицит есть ли какие-то комментарии или вопросы у профессора Гайдана? Ну, во-первых, большое спасибо за такой интересный пример. И я думаю, что все мы должны в общем-то столкнуться с реальностью. Ну, мы понимаем, что все это началось аж в 2008 году в вашей ситуации, поэтому в тот момент безусловно было не так много опций, также и 2013 год потом. Мы понимаем, что и собственно технологические решения были недоступны. Но если бы такой случай пришел к нам сегодня, понимаете, 67 лет, 67 лет, пациент-мужчина, если я помню, 67 лет, я записывал, я все записывал, то до того, как назначить ему ФЦР, я бы, конечно же, сначала протестировал с самого начала в момент назначения первой линии Т-53 и мутацию, и делецию я бы посмотрел. И кроме того, я бы сразу протестировал статус иммуноглобулинов. И если бы пациент имел немутированный вариант генов, тогда я бы попытался все-таки не выбирать вариант иммунохимии, потому что мы прекрасно знаем, что в первой линии, ну, между прочим, в последующих линиях мутированный ген иммуноглобулинов является преддиктором неудачи химии иммунотерапии. Неудачи. На тот момент мы, конечно, ничего не знали, и мы просто говорим сейчас, что если бы он сегодня пришел, я бы вот это делал. И, наконец, второй комментарий. Мы, как правило, назначаем ФЦР до 65, если назначаем. и не берем пациентов старше. И, кроме того, мы всегда смотрим на сохранность, понимаете? Потому что, ну, я понимаю, что пациент был довольно-таки сохранен, понимаете, довольно-таки сохранен, что, хотя ему было и 67, но вы сочли, что пациент был хорошим кандидатом на ФЦР в момент постановки диагноза. Еще один момент это инфекционное осложнение. Мы в нашем центре накопили определенный опыт, в частности, доктор Репаули, с использованием иммуноглобулинзаместительной терапии. И уже ряд лет мы используем подкожные формы иммуноглобулинов, потому что пациенты могут вводить их на дому. То есть мы их обучаем, наши медсестры их обучают, у них есть помпа, и, собственно, это было даже, между прочим, и полезно на фоне кандемии ковид. Мы просто им выдавали и они им вводили. Поэтому, да, мы, собственно, как правило, делаем это уже несколько лет, особенно у тех пациентов, у которых мы наблюдаем часто инфекции, тяжелые инфекции. Допустим, было два эпизода тяжелых инфекций, а иногда, в принципе, и одного эпизода достаточно, если это была жизнеугрожающая история, и у которых низкие уровни иммуноглобулинов. Да. И поэтому я знаю, я знаю, что, конечно, это, в общем-то, до некоторой степени бездоказательно, но наш клинический опыт крайне полезен, крайне полезен. Поэтому я понимаю, что вы тоже используете, иммуноглобулинов, но я бы хотела возможность еще раз повторить необходимости и полезности использования глобулинов в качестве хорошей профилактики коинфекции, да. Можно вопрос? С какой периодичностью вы используете иммуноглобулины, если у больного, ну вот действительно есть повод, то есть в анамнезе были тяжелые инфекционные осложнения, допустим, там, два эпизода. Как часто вы используете, и если терапия пролонгированная, ну вот там ибрутиниб, который подразумевает долгий период прием препаратов, как часто вы это делаете? Обычно ежемесячно. И, ну то есть один каждый месяц. Я понимаю, что с ибрутинибом, но понимаете, на самом деле потихонечку функция ибрутиниба, она восстанавливает иммунную функцию, и я знаю, что уровни ИГА могут увеличиваться через какое-то время, и тогда вы можете попытаться сбалансировать, да, и посмотреть, насколько пациенту нужно продолжать иммуноглобулины или может быть нет в долгосрочной перспективе, но так раз в месяц, раз в месяц сдаем, да, раз в месяц. Спасибо. Спасибо большое. Я не знаю, у нас есть еще время, мне, конечно, хотелось бы еще спросить, вот применительно к этому случаю, ну, такой, может быть, вопрос не очень обычный. Дело в том, что многие случаи цитопении у пациентов с хроническим лимфоликозом мне непонятны, в особенности изолированной анемии. Вот у меня есть некоторые пациенты, у которых кроветворение живет своей жизнью, а хронический лимфоликоз своей жизнью. То есть, у этих пациентов наступают рецидивы, они получают эффективное лечение, но время от времени и не совпадая с рецидивами хронического лимфоликоза, у них падает гемоглобин. И это трудно сказать, чем это связано всегда. Да, я вот как-то думаю, что все-таки есть это какой-то вариант цитопении, идиопатических цитопении неясного значения, какой-то вариант клонального кроветворения. И вот тогда возникает такая ситуация, как в данном случае, когда развилась глубокая трансклюзионно-зависимая анемия какой-то у пациента, в общем-то в ремиссии хронического лимфоликоза, тут очень трудно понять и разобраться в таких случаях. Я в этом смысле хотел просто какой-то комментарий спросить у профессора Гайдана, как вы думаете, вот такие ситуации бывают, встречались ли вы с ними случаи МДС или клонального кроветворения на фоне хронического лимфоликоза, и возможно ли выделили такие случаи, чтобы они как-то сами по себе разрешались, проходили, чтобы это не носило прогрегентного характера. У меня просто есть такой пациент, у которого время от времени случается глубокая анемия, и что бы я ни делал, ничего не помогает, а потом это разрешается само собой, в общем, он генглазин нормализует и продолжает жить. Ну что ж, на самом деле ваш клинический пример был очень интересный. Я аналогичного себя не припомню, но ваш случай однозначно интересный, и я полагаю, что у вас уже, так сказать, были свои сомнения. Что бы я сказала, в любом случае, ту терапию, которую мы пытаемся назначать по спироту костного мозга, пациенты, которые с анемией, как только мы исключили гематическую анемию, конечно же, мы пытаемся дальше исключить мелодисплотический синдром, МДС, по множеству причин, потому что эти пациенты, как правило, пожилые пациенты, то есть на самом деле они могут иметь какие-то сопутствующие заболевания, но если они до этого получали химиотерапию когда-то, ранее, то мы прекрасно знаем, что химиотерапия является предрасполагающим фактором МДС-ассоциированных нарушений, поэтому это тоже нужно проверять очень внимательно, но очевидно, не как у вашего пациента, понятно, что у него анемия, вот она спонтанно просто разрешилась, да, и ну что я могу сказать в этой ситуации, может быть, вирусная инфекция, парвовирус, но вы проверили, но, честно говоря, во всех остальных случаях у нас нет какого-то объяснения этому, в общем и целом, так сказать, обобщая, я бы сказала, не забывайте, не забывайте, все не должны забывать, что всегда есть возможность МДС у пожилого пациента, который ранее когда-то получал химию, может быть, очень давно. Ну, можно я направлю как-нибудь его костный мозг на бару для того, чтобы сделать полное экзомное секвенирование и разобраться в этой ситуации, может, у него все-таки есть ИПУС, идиопатическая цепене, идиопатическая цепене ягодного значения, которая проявляется необычно, у меня просто такой возможности нет, я еще возможностей детально не исследую. Давайте обсудим. Хорошо. Мы не делаем полногеномного в нашем центре, но мы делаем таргетный экзомный секвенс, не полногеномный, а таргетный экзомный. Мы можем обсудить. Пишите, давайте, напишем друг другу письмо, и я буду рад, я буду рад. Всегда, всегда рад. Спасибо большое. И тогда мы переходим к следующему докладчику, это Лена Дмитриева. Ой, прошу прощения, я ошибся, прошу прощения. Следующий случай представляет профессор Гайданов. Пожалуйста, профессор, вам слово. Лена. Да, большое спасибо. Ну, на самом деле похож пример на тот, который мы только что услышали от доктора Нестеровой. Итак, мужчина, 55 лет, помоложе, немножечко помоложе. Итак, это 2007 год. Ну, то есть, как вы видите, это тоже уже, в общем-то, давняя история ХЛЛ. Без какого-либо без особенностей в анамнезе он был донором крови. Пока, так сказать, не было указаний на лимфоцитоз после одной из донаций крови, его направили к нам, и мы, собственно, точную цитометрию сделали и увидели моноклональный баклеточный клон. Перед вами лабораторные тесты и вот физикальный осмотр от 2007 года. Вы видите абсолютное число лимфоцитов, мы видим, да, 17 с лишним тысяч, гемоглобин нормальный, нормальный, 139, тромбоциты тоже нормально, ничего другого особенного, кроме абсолютного числа лимфоцитов. Никаких других патологий мы не видим. CD19 положительный, CD5 положительный, CD23 положительный, CD200 положительный и очень низкая экспрессия поверхностного иммуноглобулина. Дальше физикальный осмотр. Мы видим лимфоденопатию. Ну, посмотрите, диаметры 2,5, 2, шейный, подмышечный, ничего впечатляющего. Гепатослуиномегалии не отмечено. Тогда мой вопрос к вам. Мой вопрос к вам, уважаемые коллеги. Что бы вы выбрали как ведение этого пациента с High Health? Лечить только при наличии аберрации TP53, лечить только при наличии Дилец и 17PM, назначить сразу ингибитор ВСИАР, наблюдать, смонитарировать или просто отпустить его домой. Пожалуйста, выберите ваш вариант ответа. И так, вижу, ну что ж, хорошо, хорошо, 67% нашей аудитории выбирает тактику наблюдать HD. Ну что ж, замечательно, замечательно. Я бы хотел, тем не менее, прокомментировать для тех, кто выбрал вариант лечения только при наличии Дилец и 17PM. Клинические рекомендации не рекомендуют лечить пациентов, исходя чисто из их биологии. показаниям к терапии хорошо известны и были определены рекомендациями IWCL, и пожалуйста, к ним и обращайтесь, когда нужно начинать терапию. И критерием для начала терапии является клиническая картина, клинические критерии. То есть даже если вы Дилец и там видите, вот в таком случае, когда у нас нет симптомов, у нас нет показаний к терапии, мы должны просто наблюдать и ждать. И на самом деле это очень важно. Биологические параметры были взяты только для исследовательских целей, я повторяю, потому что у нас не было показаний к терапии, поэтому все то, что я сейчас покажу, это мы сделали только для исследовательских целей. У нас был свой проект, и мы, соответственно, выполняли эти тесты. И так у пациента Дилец и 13Q, у него дикий тип по ТП-53 и нет мутированных вариантов, простите, мутированные варианты иммуноглокулинов, извините, мутированные АЖХВ, то есть вообще говоря, генетический профиль довольно-таки благоприятный. И Дилец и 13Q, но что меня радует, так это мутированные гены в отсутствии ТП-53, ее пока нет, да, меня это радует. Поэтому в принципе можем сказать, что у пациента благоприятный профиль. Но это 2007 год, посмотрим, что будет дальше. И так был сделан ряд попыток для того, чтобы спрогнозировать терапию для пациентов без стандартных показаний к терапии по IWCLL. И так исследование CLL-12, это немецкая группа по исследованию. Фактически они протестировали Ибрутинип как терапевтическую опцию по сравнению со стратегией динамического наблюдения. Но, но, посмотрите, каким был вывод этого исследования. пока мы ожидаем и выполняем анализ по выживанию, мы все-таки рекомендуем стратегию динамического наблюдения у пациентов на ранних стадиях с повышенным риском наблюдения. То есть, это были те пациенты, которые имели бессимптомные и с высоким риском прогрессирования из-за биологии. Но последующие рекомендации по времени до следующей терапии, но при этом, при этом, обратите внимание, они не нашли значимых преимуществ ни по общей выживаемости, ну, и время еще не было достигнуто, но, кроме этого, они столкнулись с побочкой терапии брутенибом. Вибрилляция, кровотечение, гипертензия. Поэтому немцы сказали так. Немецкая ХЛЛ-исследовательская группа, исходя из этого исследования, сказали, нет, продолжаем динамически наблюдать. Также и для самых ранних стадий, но с повышенным риском прогрессирования, исходя из их биологии. Конечно же, хотелось бы их сразу увидеть, если они имеют более высокие риски и в очень большом коллаборативном исследовании, которое мы только что в Владе опубликовали буквально месяц назад. Видите, первый автор. Это наша наварская серия ХЛЛ, которая представлена вот на этом графике. Вы видите, что мы, собственно, можем очень легко определить биологические и клинические параметры, абсолютное число лимфоцитов, пальпируемые лимфатические и немутированные гены. И тогда мы можем рассчитать шкалу. Низкий риск, промежуточный риск, высокий риск, где конечная точка, невыживаемость. Нет, нет, это время до начала первой линии. И вы можете легко увидеть, что на раннем этапе ХЛЛ мы сразу видим вот здесь группу, представленную красным цветом, которая имеет очень высокий риск, который требует терапии. Но с другой стороны мы можем увидеть и другую подгруппу низкого риска, который, возможно, никогда не потребует терапии. поэтому да, безусловно, мы считаем, что это важные результаты и IPSE, международная прогностическая шкала для ранней стадии ХЛЛ, и, собственно, это было валидировано во многих разных сериях пациентов. Итак, наш пациент подпадает вот сюда, вот сюда, в красную кривую, то есть, на самом деле, у него имеется высокий риск, ну, потому что у нас есть высокое абсолютное число лимфоцитов выше порогового, которое было определено, пальпируемо лимфатически, но гены мутированные, то есть, у него балл по шкале 2 получается. Тем не менее, мы все равно и даже красную группу наблюдаем стратегии динамического наблюдения, но мы планируем соответствующие визиты с укороченными интервалами не каждые 6 месяцев, а каждые 2-3 месяца, то есть, мы их почаще приглашаем для того, чтобы сразу, сразу увидеть развивающееся прогрессирование, которое потребует терапии. Это совершенно новая шкала, это вот журнал БЛАТ 2020 года, вы видите эту ссылку, но мы рады поделиться этими данными с вами. Итак, пациент бессимптомный ХЛЛ по РАИ-стадии 1, по Бене-Эй, и так мы динамически наблюдаем пациента с интервалом в 3 месяца, с интервалом в 3 месяца. Итак, теперь мы окажемся с вами в 10-м году, и мы видим абсолютное число лимфоцитов подросло, тромбоциты ниже 100 тысяч, ЛДГ 600, клинический осмотр, да, подросли, и шейные, и подмышечные уже 8,5 см, гепатоспленомегалия, гепатомегалия, простите, спленомегалия 6 см, выходящая за край ребра, и паховые узлы 6,5 см, но пациент вполне сохранен, вполне сохранен, узлы растут. Мы еще раз повторили биологические параметры в исследовательских целях, в частности ФИШ, безусловно, статус генов повторять не надо, потому что мы понимаем, что это будет идентично раз и навсегда. Ну, как минимум, статус мутированный или не мутированный остается тем же, мы это не повторяли, мы просто это повторяем здесь на слайде, и пациент дикий тип по ТП-53. Далее мы берем биопсию костного, мы видим массивную инфильтрацию, меткоклеточные Б-лимфоциты, СУФ меньше 10, поэтому пока признаков трансформации в агрессивную форму нет, КТ показывает лимфотенопатию от 5 до 10 см в множественных локациях, гипотоспленомегалии, и теперь вопрос к вам, уважаемые коллеги. Перед нами довольно молодой пациент, моложе 65, которому нужна терапия. Итак, из вот этих опций, что вы считаете наиболее адекватным выбором для терапии первой линии у молодого ХЛ-пациента с мутированным геном иммуноглобулином и отсутствием аберрации ТП-53? Итак, наши опции венитоклакс как моно, ФЦР, венитоклакс с комбинацией стабинатузунаб, Р-идололизип, либо доволизип. Пожалуйста, проголосуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, очень хорошо, большое спасибо. Очевидно, не венитоклакс. Это будет вариант рецидивирующего рефракторного, поэтому мы должны все-таки комбинировать с анти-СИГ-20, безусловно, не венитоклакс и аберрации. Пока, пока, потому что эти данные пока все-таки получены по пожилой популяции. Итак, ФЦР, адекватный выбор, адекватный выбор. И фактически мы, собственно, обращаемся к публикации Халика. И здесь мы видим те пациенты, и мы видим мутированные гены, и которые сохранны. мы видим данные ФЦР при популяции малой уже 65 лет. Это опция, да, это опция. Но если у пациента не мутированные гены, то тогда нужно делать все, что угодно, но только не ФЦР. Нет. Потому что иммунохимиотерапия не сработает. Не сработает у не мутированного пациента. И фактически гены иммуноглобулинов без патологии, мутированные варианты генов без ТП53, конечно же, получают больше всего преимущества от ФЦР. Это наша собственная публикация в Бладе 2015 года. И синим мы видим как раз ту самую группу, где имеются пациенты без операции ТП53, без 11Q, с мутированными генами. Они получили ФЦР и достигли плата. И по общей выживаемости она, собственно, не отличалась от этой кривой в черном. Это общая популяция. Это результаты разных групп. И мы видим группу МД Андерсон, мы видим немецкую группу. Они все это подтверждают. Поэтому сейчас мы используем статус генов в качестве предиктора ответа на иммунохимиотерапию. И мы прекрасно знаем, что немутированные гены иммуноглобулином являются предиктором отсутствия ответа на иммунохимию. Ее здесь назначать нельзя. Ну что ж, пациент очевидно имел показания к терапии, 6 циклов ФЦР, полный ответ, отрицательная проточная по костному мозгу. И дальше прошло много лет. И мы возвращаемся в 2018 год. То есть пациент на самом деле абсолютно, абсолютно соответствовал всем нашим ожиданиям. То есть он был без заболевания на протяжении скольких лет? Ну почти 8 лет, понимаете, с 10 по 18, правильно? И вот затем мы сказали, что тогда у него были мутации по генам иммуноглобулинов без забирации ТП-53, он был идеальным кандидатом на интенсивную химиотерапию, ФЦР, пациент был сохранен, молодой, поэтому в принципе никаких сопутствующих заболеваний не было. Но вот прошло 8 лет, он жил спокойно, а потом, к сожалению, развилась прогрессирующая симптоматическая подмышечная лимфоденопатия, видите, 6 сантиметров, паховый 3,5. И кроме того, обратите внимание, это отделение, потому что у него развелось кровотечение из Дисней на протяжении двух дней, представляете, текло, они нам позвонили, сказали, тромбоциты 2000, что с ним делать? Биологические параметры на этот момент были те же меже самыми, мы только что их увидели, абсолютно то же самое, он дикий по ТП-53. Вопрос такой, а будете ли вы проверять статус иммуноглобулина у этого пациента? Еще раз, ответ, да, ответ, нет, ответ, да, но только NGS. Если раньше по Зангеру делали, я теперь по NGS переделаю. Да, но только для того, чтобы найти наличие стереотипичных рецепторов BCR, а пятый, не знаю, может да, может нет. Пожалуйста, выберите ваш ответ. Очень хорошо, прекрасно, прекрасно, ответ однозначно нет, конечно же, нет, 77% внимательно наслушали. Как мы знаем, нет необходимости повторно повторять статус генов иммуноглобулинов, потому что он не изменится никогда. Очень хорошо, молодцы. Ну что, пациент, как вы понимаете, изначально получил стероиды, внутривенный иммуноглобулин, трансфузионную поддержку получил. но, кроме того, вы видите костный мозг, массивная инфильтрация, мелкие Б-лимфоциты, 90%, посмотрите, CD5+, CD23+, CD19+, дальше, СУФ меньше 10, пока нет признаков трансформации, но на самом деле пациент в общем-то не очень ответил на только иммуносупрессивную терапию, поэтому в данном случае мы не можем считать, что это просто ITP. Итак, рекомендации ЭСМО. На этот момент они, конечно же, были устаревшими, 15-й год для рецидивирующих рефракторных пациентов без мутации, без делец ОТБ-53, соответственно, они рекомендовали на тот момент повторить первую линию, либо уходить на БР, ФЦР, либо выбрать ингибито-бесел. Но это, собственно, и был случай нашего пациента, да. Итак, на тот момент, 2018 год, я напоминаю, и мы решили выбрать БР. И пациент достиг частичного ответа. Итак, он по БН уже С, симптоматический, без прогрессирования в тромбоцитопене. На этапе перестадирования мы увидели прогрессирующую симптоматическую лимфодонопатию в множественных локализациях. Тромбоциты 5, эпитехия, понимаете, он не улучшился, не улучшился на тот момент. Видите, у нас абдоминальный 15 сантиметров, и мы видим, что селезенка торчит из-под ребра. И опять же, мы повторяем биологические параметры, и что мы видим? Мы видим мутацию ТП53, вылезла. то есть, с 2018 года, смотрите, пациент, кроме того, развил нам еще и гипертензию, и фибрилляцию, и сидел на варфарине. И, кроме того, он стал опекуном сестры с рассеянным склерозом. Итак, вот представьте себе, у нас пациент, он неудачен на двух линиях, у него мутация ТП53 приобрелась, тромбоцитопения, как мы видели ранее, не ответил на стероиды, петехи, и что еще очень важно в этой ситуации, что сейчас пациент имеет гипертензию, ну это ладно, нас еще не особенно пугает, но имеет фибрилляцию, и кардиогематологи считают, что ему нужен варфарин. Вот назначили ему варфарин. И кроме того, он стал опекуном сестры с рассеянным склерозом, понимаете, это на самом деле очень важный контекст, это важное замечание, понимаете, мы не просто, так сказать, должны рассматривать заболевание пациента, мы должны рассматривать его в целом, понимаете, и вот этот пациент, понимаете, безусловно, не хочет госпитализироваться, у него сестра с рассеянным, которая, видимо, требует ухода, и поэтому у него большие массы, большие массы же опухолевые, узловые, точнее. И поэтому вопрос к вам. Вот в этой ситуации, что вы считаете третей линией? Ибротениб, ретоксимаб и дололизиб, ретоксимаб и дололизиб, ретоксимаб и дололизиб, пожалуйста, выберите ваш вариант. Да, пурпуры не было. ITP не было, это пурпура. Пожалуйста, ваш вариант. Продолжение следует. Ну что ж. Ибротениб 15%. Я бы не выбрала ибротениб у этого пациента. По ряду причин. Вот посмотрите, у него фибрилляция, которая требует варфарина, понимаете, а у нас очень мало опыта ибротениб с варфарином. Почти нулевой опыт, нулевой опыт. Я бы сказала, что это вообще противопоказано, или как минимум с осторожностью. Кроме того, ведь у нас тромбоцитопии не было, и мы знаем, что ибротениб является также антитромбоцитарным препаратом, поэтому нет, я бы не выбрала ибротениб в этой ситуации. Ретоксимаб и долорезип. Ну, могло бы быть опцией, могло бы быть опцией для этого пациента. Ретоксимаб винитоклакс также, в принципе, и дувелезип также, потому что мы знаем, что дувелезип зарегистрирован по тем пациентам, которые имеют неудачу на двух предшествующих линиях терапии. Однако же, принимая во внимание, ретоксимаб винитоклакс у пациента с узлом в 15, понимаете, я думаю, что это потребовало бы, ну, как минимум в нашей больнице, в нашей практике мы бы хотели бы госпитализировать пациента для профилактики туморлизиса, понимаете, а пациент является опекуном сестры с ротейным склерозом, он не хочет госпитализироваться, понимаете, поэтому с винитоклаксом туморлизис, поэтому да. Ну, не знаю, поэтому в этой ситуации мы считаем, конечно же, что мы выбрали, я вам покажу буквально через минуту. Если мы с вами подумаем о токсичности, исследование фазы 2 для рецидивирующего рефракторного ХЛЛ, мы видим, конечно же, гипертензию, фибрилляцию наибрутинибии, у пациента есть и то, и другое, и дальше геморрагия. И мы нужно не забывать об этом. Ну, по винитоклаксу, что мы знаем? Нитропиния знаем, фибрильная нитропиния, но тем не менее, да. А подувелизибу у нас что? Диарея и инфекции, да. Ну, мы еще вернемся к этому моменту. Итак, что же выбрать? Что же выбрать? Выбор сложный, я согласен, выбор сложный. Понимаете, Рихтера мы исключили, да, прогрессирование ХЛЛ и довольно-таки обширные абдоминальные массы, то есть балки, вариант заболевания, балки, необходимое показание для терапии, гипертензии, фибрилляции. Не хочет госпитализироваться, не хочет винитоклакс, не хочет комбинацию винитоклакс и токсимаб, потому что ему нужно ухаживать за сестрой. Поэтому все. Мы выбираем что? Мы выбираем дуэлизиб. Мы, конечно, боялись комбинации дуэлизиб и токсимаб, исходя из предыдущей инфекции, и мы выбрали дуэлизиб, да. Итак, что является таргетным вариантом дуэлизиба? Ну что, BTK, PI3K, дельта, PI3K, гамма, PI3K, гамма и дельта или ничего из вышеперечисленного? Это вопрос на засыпку для тех, кто не спал. Ну, это вопрос на засыпку для тех, кто не спал. Ну что, 100% будет? Держу пари, что нет. Нет. Очень хорошо, говорит профессор Джан-Лука. Какой он добрый. Двойка. Итак, 88% всего лишь, да. Итак, мы понимаем, что дуэлизиб – это совсем недавняя история. Мы понимаем, что, в общем-то, это двойной ингибитор. Через 6 месяцев после начала дуэлизиба у нас частичные ответы. Лимфатические ушли до полутора сантиметров. Тромбоциты – 250 тысяч. Токсичности не было. Продолжаем дуэлизиб. И мы не видим никаких токсичностей до настоящего момента. Но посмотрим, что будет в будущем относительно колита и диареи. Продолжаем, продолжаем терапию дуэлизибом. И если срецидивируют, у нас уже есть план. У нас есть комбинация ретоксимаб-винитоклакс, которая тоже есть, но нужно будет убедить пациента для необходимости госпитализации. Ну, если на тот момент она все-таки, может быть, потребуется, может быть, и нет, да. Ну что ж, на этом я завершу свой клинический случай. Большое спасибо за ваше внимание. Буду рад за ваши вопросы, замечания, комментарии. Пожалуйста. Спасибо большое, профессор Гайдана. Очень интересный случай. И интересно, как ведение пациентов с ХЛО становится все более интересным и интересным с учетом того количества препаратов, которые у нас есть. И видите, мы раньше как-то говорили, что в эрохимиотерапии в частности, что выбор терапии рецидива определяется, конечно, биологией болезни, сроком наступления рецидива, тем, что получал пациент раньше, в какой-то степени коморбидностью. А сейчас, видите, на первый план выходит коморбидность, социальные факторы, сопутствующие препараты, биология болезни. А, скажем, клиническая манифестация рецидива, она уже может быть не менее важна, потому что препараты новые, они одинаково эффективны в самой разной ситуации. Я в чате не вижу вопросов конкретно в отношении этого случая, но я вижу два вопроса для профессора Гайдана. Один вопрос такой. Как вы считаете, профессор, что вы считаете комплексным кариотипом? То есть это наличие больше трех или больше пяти хромосомных аберраций? Что вы понимаете под комплексным кариотипом? Ну что ж, очень хороший вопрос. Итак, определение развивается. И лучший, конечно, это костус стоматополос. Его бы спросить. Но у нас пять. Но исследование Гайдана. Ну, потому что, на самом деле, вопрос очень сложный, да, чтобы выявить кариотип в ХЛЛ, и поэтому нет исследований, которые могли бы, собственно, заменить кариотип НЖСом. И Ричард Росинг, собственно, представлял это на ИЭЧЕЙ, и не была оказана честь. Я был председательствующим этой образовательной сессии по ХЛЛ на последнем виртуальном ИЭЧЕЙ. Поэтому, да, этот вопрос рассматривался. Ну, понимаете, ситуация такая, комплексный кариотип, мы его не делаем, вообще не делаем у нас в центре, потому что у нас, собственно, нет клинического решения, которое мы принимаем на основании комплексного кариотипа. Если бы мы использовали комплексный кариотип в качестве предиктора, то, конечно же, тогда нужно было бы изменить наше мнение, и тогда, собственно, мы бы и конвертировали его. Но сейчас у нас этого нет. Мы его не делаем, и это не влияет на наше решение. У вас в России комплексный кариотип в фаворе, популярный? Ну, у нас в центре, да, мы делаем комплексный кариотип, и просто столкнувшись с несколькими совершенно случаями галлопирующего течения хронического лимфоликоза у пациентов с комплексным кариотипом, мы приняли решение, что если мы видим комплексный кариотип в первой линии или в рецидиве, то мы даем комбинацию ибрутиник плюс винитоклакс. И начинаем готовить пациента к трансплантации, причем желательно, скажем, в конце первого года, в начале второго года приема. Вот так. А если мы не видим комплексного кариотипа, то мы считаем, что это не так опасно, и, может быть, если пациент имеет делекцию 17-по без комплексного кариотипа, то он может и потянуть на ибрутинибе, получить в рецидиве винитоклакс и потом рассматривать трансплантацию. Но если это комплекс, то эти пациенты погибают. Их даже в ремиссии не удается ввести, если они переключаются с ибрутинибе на винитоклакс. Поэтому этой терапии недостаточно. Их нужно лечить интенсивнее и очень и значительно раньше рассматривать логеноклантацию. Что ж, очень интересная, очень интересная опция. Надо будет подумать. Большое спасибо. Еще вопросы есть? Да. Есть еще один вопрос. Он пришел от Марии Кисловой. Не могли бы вы прокомментировать результаты исследования CLL-12? То есть вы на этом останавливались, но, наверное, речь идет о вашем собственном мнении об этом исследовании. И, наверное, просто можно еще добавить к этому вопросу, ну, достаточно ли период наблюдения, чтобы делать такие выводы. Потому что, да, токсичность, да, сделан вывод авторами, что нет, все равно нужно тактику выждать наблюдения. Никто не пошатнул. Но, может быть, еще рано. Что вы думаете? Большое спасибо. Вопрос очень интересный. Я кратко прокомментировал, понятно, я не стал включать более детальные слайды. Я показал только основной, финальный месседж, который был представлен в публикации. Возможно, might be, возможно, с низкой степенью уверенности, что время было маловато для того, чтобы увидеть разницу в общей выживаемости. И, очевидно, это, собственно, и не было конечной точкой исследования, кстати говоря. И вполне возможно, что в будущем у нас будет при более длительном наблюдении когорты HLL-12, возможно, мы увидим разницу в общей выживаемости. Но в случае, в случае, если вот так и будет, то тогда мы можем рассмотреть стратегию ждать и наблюдать. Но в отсутствие преимущества общей выживаемости в будущем в исследованиях HLL-12 я был бы очень осторожен, очень осторожен и крайне скептичен даже, я бы сказала. Нет, не скептичен, я другое слово скажу. Я бы выбирала тогда watch and wait. Я бы тогда выбирала динамическое наблюдение. Потому что, как вы знаете, в медицине в общем и в целом основной принцип какой? Я скажу его по-латински. Hrima non-nuchili. То есть первое – не навреди, не навреди. И, собственно, это валидно и сегодня, в 2020 году. И поэтому, если что-то не нужно, если что-то, скажем так, не поддерживается доказательной медициной, то тогда нам нужно воздержаться, рефрейм, воздержаться от назначения терапии. Ну и кроме того, мы ведь добавим токсичность, понимаете? А преимуществ по общей выживаемости нет. И кроме того, получается, что мы можем, собственно, взрастить клон, который будет потом рефрактерен к этой терапии. А это можно было бы полезно использовать в будущем. Поэтому я считаю, что выводы исследований HLL-12 вполне разумны, исходя из того, что сделали авторы. Да, мы, конечно же, хотели бы увидеть преимущество по конечной точке, но кроме того, они написали, что в результате токсичности мы предпочитаем ждать, если общая выживаемость родится потом. Если она потом родится, и время покажет, то тогда вполне возможно, вы правы, потому что времени было недостаточно. Но если общая выживаемость потом родится, если мы увидим разницу, то тогда да, но пока сейчас, поскольку ее еще нет, то давайте придерживаться рекомендаций и будем динамически наблюдать, потому что токсичность есть. Даже у пациентов с агрессивными биологическими характеристиками, то есть то, что мы могли бы сделать, и то, что мы, собственно, делаем сейчас в реальности, используем ту шкалу, которую я показала вам в нашей публикации от 2020 года. Мы считаем вот эти баллы, да, мы считаем, что возможно слегка можно усилить частоту визитов, мы просто их чаще приглашаем, не раз в 6 месяцев, раз в 2-3 месяца, которые имеют 3 баллы. Не знаю, ответил я на вопрос, но я постарался. Да, спасибо большое. Прекрасный ответ, это прекрасный ответ, который дополняет выводы, сделанные авторами. Ну, я не вижу больше никаких вопросов и комментариев, поэтому, наверное, с вашего позволения перейдем к следующему докладу. Елена Александровна Дмитриева докладывает клинический случай. Значит, когда, да, пожалуйста, Елена Александровна, все в предней. Я отодвигаюсь в сторону, наступаю вместо Елены Александровны. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, разрешите питать вашему вниманию... Пожалуйста, ближе к микрофону, переводчик плохо слышит. Елена Александровна, чуть-чуть поближе к микрофону, спасибо. Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию клиническую презентацию случая пациента с трехрактерным хроническим микрофоном и парциальной красноклеточной облазией. Елена Александровна, нажмите, пожалуйста, на презентацию или ставьте ее стрелочками. Спасибо. Речь пойдет о женщине, которая на момент выявления заболевания была 58 лет, это мая 2009 года. В это время в анагазии крови у нее отмечался ликоцитоз 17 тысяч, лимфоциты составляли 60-70%, аммии и тромбоцитопении на тот момент не было. Диагноз был подтвержден с помощью эмоционально-типичного исследования периферической крови, где была выявлена типичная картина ХЛЛ. Значимой лимфоденопатии не было, телезенка пальпировалась из-под лимфоденопатии. Исходно была выявлена стадия А обинет. Исследования популярных маркеров эцитогенетики у пациентки не проводилось. Она наблюдалась без терапии в течение 6 лет. В 2015 году отмечалась явная отрицательная динамика и прогрессия заболевания. В то время в анализе крови ликоциты составляли 190 тысяч, лимфоциты порядка 80%, площадь лизенка составляла 133 квадратных сантиметра. Данных о лимфоузнах на тот момент у нас нет. Повторное исследование минусного типа подтвердило диагноз хронического лимфоликоза и тем не менее она лечение не начала. Она продолжила динамическое наблюдение до апреля 2016 года. Когда дальше откладывать терапию было уже нельзя, потому что уровень ликоцитов был около 500 тысяч и уровень гемоглобина был снижен до 72 грамм на литр. При нормальном уровне тромбоцитов, что нетипично для такой симптоматики. Учитывая гиперликоцитоз и выражение пациентки была терапия предфаза, а предфазой это был ликеран с цитуретруктивной целью с тем, чтобы в дальнейшем перейти к иммунохимиотерапии. Ликеран несколько снизил уровень ликоцитов, но существенного эффекта добиться не удалось. Поэтому пациентке проводилась терапия по программе РТЦВП. Первый курс осложнился развитие элементарной пневмонии, второй после инъекционного тромбохлебидом и после проведения третьего цикла стало ясно, что значимый эффект на фоне проводимой терапии добиться у нас не получается, и поскольку у нее прогрессировала анемия, сохранялась пленгинолия и выявлялась положительная проба КУМС. Уровень ликоцитов на тот момент был 61 тысяч. Пациентке в качестве второй линейной терапии было предложено терапия по программе РТЦВП. Было сделано три цикла на фоне лечения коррекция анемии не произошло, также сохранялась выраженная спленгиноголия. В связи с этим по месту жительства ей было предложено выполнение спленоктомии, которая была совершена 1 июня 2017 года. Одновременно сходится спленоктомия, поскольку у нее выявлялась камень желчного пузыря. Была удалена селезенка весом 1,5 кг размерами 16-14-17 сантиметров при историческом исследовании, у которой была выявлена распространенная лимфоидная инфильтрация, представленная мономорфными лимфоидными клетками малых и средних размеров, которые также соответствовали хроническому лимфоликозу. Циклин Т1 был отрицательный, пролиферативная ракция была невысокая 10-15%. Далее пациент с течением встретиться переезжает в Москву и уже обращается в наш центр. При первичном обследовании в августе 2017 года у нее имелась распространенная лимфоденопатия. По физикальным данным лимфатические узлы были увеличены незначительно, по компьютерной томографии были увеличены все группы внутрибрежных лимфоузлов, но также были увеличены незначительно. В анализе крови определялся невысокий лимфоцитоз, уровень лимфоцитов был 17 тысяч, лимфоцитов составляли 10 тысяч в абсолютном значении. Имело место глубокое анемия, гемлобин был 61 грамм на литр, при высоком МЦВ 106. Ритюклацит составляли в абсолютном измерении 21 тысяч в микролитре, при этом уровень тромбоцитов был нормальный, 263. Пробокумсы прямая и непрямая были отрицательны, по данным биохимического анализа никаких признаков гемолитического процесса не отмечалось. Билирубин непрямой был не повышен, уровень локтавдогидрогеназа составлял 222 единицы в литр, что является нормой, и уровень гаптоглобин составлял 0,67 грамм в литр. В минилограмме у пациентки была выявлена незначительная инфидрация костного мозга 64% лимфоцитов, определялось достаточное количество клеток других ростков предварений, но при этом уровень всех эритроголиоцитов составлял менее 1%. При иммунгенципировании костного мозга был подтвержден диагноз хронического лимфоликоза. А в биотате костного мозга были выявлены очаговые неходные скопления клеток хронического лимфоликоза и определялась значительная редукция клеток ретроидного ряда, который был дополнительно подтвержден при специфической опраске по гликофорину. Если говорить о молекулярных маркерах, то по данной ФИШ у нее выявлялось делеце 13 в 83% случаев и делеце 11 в 80% макро. Уровень муглобулина был снижен и муглобулин же составлял 6,4 г в литре, что вполне хорошо при данной ситуации. Уровень ВТ2 мглобулина составлял 5,24, мутационный статус ВИЭЧ-генов определить не удалось. Таким образом, у пациента имелась картина хронического лимфоликоза, осложненного парциально простоноследочной аплазии. Если говорить о сопутствующих заболеваниях, на тот момент у пациента была гипертоническая болезнь третьей степени, второго стадии, высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений, которое началось в 1995 году, это совпало с началом климоксов пациента. Также у нее был многоузловой злок гипотириоз, она постоянно принимала элотиров с 2012 года, и по данным ЭКГ, существенных изменений нарушений ритма выявлено не было. Таким образом, по шкале коммунитивной индекс коморбидности можно было предположить, что она получает 3 балла. 2 балла получалось пепертоническую болезнь и 1 балл загипотириоз. С учетом того, что у пациентки было осложнение парциальных красноцедочной аплазии, у пациентки была предложена терапия по программе брютини критоксима, которая началась с 17 ван 2017 года. Эта терапия предполагает постоянное улучшение и брютини во флозе 3 капсулы 420 мг, а также 9 еженедельных введений ритоксима, а затем еще 3 введения ритоксима с разницей раз в месяц. Пациентка была трансфузионно зависима. За период обследования она получила 4 гемотрансфузии, а зачем на начало терапии пациентка еще несколько раз получила гемотрансфузию и уровень гемоглобина достаточно быстро пришел в норму и в течение двух месяцев пациентка полностью избавилась от гемотрансфузионной зависимости. При оценке эффекта через 6 месяцев терапии по данным компьютерной томографии у пациентки не было лимоподенопатии, анализы крови отмечались совершенно нормальные показатели. В костном мозге при оценке внимания остаточной болезни у пациентки была костного мозга 15%. На этом слайде показана динамика уровня лейкоцитов лейкоцитов мы не видели перераспределительной лейкоцитов и объяснений этому феномену нет. Метропини за временем плетения у пациентки не наблюдалось. На этом слайде показано осложнение препаратов, которые пациентка получала в первый год терапии. Для упрощения ситуации мы резюмировали все по месяцам. На данном слайде мы видим год терапии. Мы видим, что у пациентки было множество самых различных неблагоприятных явлений на фоне терапии. Это и запоры, и сжог, которые отмечались в начале терапии. Также пациентка отмечалась повышение давления. Кипертонические кризисы с первого дня терапии бруцинуба. Первый эпизод мерцательной лейкоцитов пациентка случился в октябре 2017 года и был быстро оккупирован на амбулаторном этапе. И поэтому уже с октября 2016 года пациентка получает терапию в Сарел. эпизод на фоне антикогулянной терапии пациенты также отмечались время-отремени развития геморрагического синдрома. Это были гематомы, эпитехи, которые неоднократно рецидивировали. Также можно сказать, что у нее наблюдались выраженные боли в мышцах, спазмах, в мышцах, нередкие эпизоды головокружения, головная боль, изменение ногтей и бессонницу, которую ее мучило. Внизу вы видите лекарственные препараты, которые она принимала во время первого года терапии глюксинга. На втором году терапии в принципе осложнений стало меньше, но тем не менее они периодически повторялись. Она находилась на терапии сарелта и в ноябре 2018 года у пациентки возникает выраженный геморрагический синдром. С 10 лет сарелта было отменено и начато антикоглянная терапия электризм. 2,5 мг два раза в сутки. Повторный эпизод мерцательной аллитмии у пациента стучился уже в июне 2019 года, который был купирован электроинкульсной терапией. Наконец-таки на третьем году, начиная с сентября 2019 года, у пациентки наблюдается неоднократный пароксизм мерцательной аллитмии, потребующий от нее 4 госпитализации в стационаре. У пациентки отмечалось развитие выраженного геморрагического тоза ибруцениба была редуцирована до двух капсул. Учитывая то, что пароксизмы мерцательной аллитмии были очень часты, и мы в рамках лечения хронического лимболикоза ничего предложить не могли, и после последнего эпизода мерцательной аллитмии, который случился в апреле-май 2020 года, мы были вынуждены отказаться от применения терапии ибруцениба. Вот перечень заболеваний, которые накопились у нее за время разными лекарственными препаратами. Это был сахарный диабет, который родился на фоне лечения. И, конечно, пароксизмальная форма фибрилляции предсмертий с высоким риском. Она получала 4 балла по шкале ЧАС-2 ДС-2 ВАСК и 1 балл по шкале ХАС-2. И это же, конечно, неоднократный пароксизм фибрилляции предсмертий. В настоящий момент пациенты 69. Что мы имеем? Ибритин был отменен по непереносимости. Сигнальный путь к баклеточному рецептору у пациентки сохранен, все нормально, все работает, никаких признаков репартерности у пациентки нет, она в полной ремиссии. Как же нам поступить дальше в этой ситуации? Попробовать ли нам перейти на другой препарат, зная, что не сохранен путь к баклеточному рецептору, или, может быть, нам подумать о назначении другого ингибитора сигнального пути к баклеточному рецептору, который не вызывает морцательной рецептору или вызывает ее реже? Эти вопросы хотелось бы вынести на обсуждение. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Киллени Александровне? Ну, вот это мой случай, это моя пациентка, и, в общем-то, вот как сейчас поступить? Это достаточно стойкая женщина, она не хотела сходить с обрутинибо, потому что она очень сильно намучилась своей анемией, там была тяжелая трансфузионно-зависимая анемия, она получила множество гемотрансфузий, доктора, в общем-то, от отчаяния сделали ей спленоктомию, что мы бы делать, конечно, не стали в такой ситуации, но они надеялись, что спленоктомия хоть как-то уменьшит ее трансфузионную зависимость. Вот, и вот она, получив обрутиниб, конечно, и достигнув ремиссии, избавивших от анемиязионной зависимости, собственно, воспряла. Многочисленные осложнения, которые она фиксировала, мы ее просили целенаправленно сообщать нам, она сама не жаловала, мы дали ей дневник, она его заполняла, но, в конце концов, на третьем году болезни непрерывно рецидивирующие эпизоды брилляции предсердия, сломали и ее, она самостоятельно приняла решение, в общем-то, что дальше уже невозможно жить, потому что это бесконечная дестерализация. Вот теперь получается, что как нам сделать, как нам поступить? Ничего не делать, ждать рецидива, первое, первый сценарий, или, например, поменять бы ей на дубелесип, потому что терапию, потому что путь сигнального рецептора, в общем-то, сохранет, никаких признаков рецидива нет, или, например, выбрать винитоклакс. Я, в общем-то, консервативен лично, я считаю, что в такой ситуации можно попробовать продолжить воздействие на сигнальный путь баклечного рецептора. Вот, если какие-то комментарии есть у коллег, пожалуйста, пишите в чате, но я хотел бы свой вопрос адресовать профессору Гайдана, как нам лучше поступить в такой ситуации? Тогда пациент приснилась по токсичности сибургениба. Ну, случай непростой, очень непростой. Ну, что я могу сказать лично? У нас больше опыта с винитоклаксом, больше опыта с винитоклаксом, чем с дувелизипом. Ну, понятно, что дувелизип совсем новая опция. Поэтому я бы так сказать, скорее предложил бы винитоклакс. Можно даже в комбинации с ритоксимабом. Если пациентке это нужно, опять же, потому что, понимаете, ведь есть пациенты, которые достигают хорошего ответа на ибрутенибе и, собственно, могут быть и без обрутиниба какое-то время. Сколько сейчас она уже без обрутиниба? Сколько сейчас уже? Когда она снялась? Отменили 18 мая, то есть июнь, второй месяц без обрутиниба. Полтора месяца. И не прогрессирует пока все нормально, да? Нет, пока никакого результата прогресса нет. Нормально. Ну, смотрите, здесь можно, конечно, и понаблюдать просто, но внимательно, внимательно, да, то есть посмотреть, что будет происходить, потому что вполне возможно, что пациентка может оказаться в довольно-таки стабильном состоянии, потому что обычно, если прерывают ибрутениб, то его, так сказать, откладывают у пациента, обычно прогрессируют очень быстро, понимаете? В нашем опыте они прогрессировали всегда очень быстро, но вот смотрите, кажется, она нет, если полтора месяца уже, то есть одна опция, может быть, просто понаблюдать, да, просто понаблюдать, часто наблюдать. если будет показание на терапию, я бы думала о винитоклаксе, потому что, мне кажется, это стоящая опция, доверизип тоже опция, потому что пациентка уже получила две линии предшествующей терапии, если я не ошибаюсь, правильно, да, то это тоже могла бы быть опция. даже я бы сказал, что и Брутениб был четвертой линией, она до этого получала Ликеран, Ирцов, потом БР, вернее, ну там Ликеран, Ирцов, потом БР, потом Пленектомия, потом Брутениб, четыре линии уже прошло. Ладно. Нет, нет, тогда это также кандидатка на Дувелизип, либо на винитоклакс, вполне укладывается, вполне укладывается. Хорошо, спасибо большое. Я в чате дополнительных сообщений не вижу. Пожалуйста, коллеги, кто хочет задать вопрос, я призываю вас это сделать. И мы переходим, мы идем, я так понимаю, точно по времени, почти, почти укладываемся по времени. И последняя презентация у нас личный опыт эксперта в терапии ингибиторами кост-индетолтрикиназы у пациентов с рецидивами хронического лимфоликоза. Пожалуйста, профессор Гайдана Ланкова. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Я сейчас хотела бы поделиться с вами данными и перспективами таргетного воздействия PI3K. Перед вами мой конфликт интересов. Вы видели, я член экспертных советов множественных. Итак, этот слайд я уже показывал. Буквально в самом начале сегодняшнего мероприятия вы видите деклеточный рецептор пути. Это один из путей, который активен. И, собственно, но не единственный, но не единственный, но мы как-то пока залепли на нем только, да. Итак, сигнальный путь PI3K является очень важным игроком пути BCR. Вы это видите здесь, смотрите, потому что мы все уже знакомы с этой биохимией, и я думаю, что этот путь уже вам знаком. Это множественные биохимические исследования, которые часто публикуются, потому что иногда, понимаете, мы изучаем биохимию как-то бесполезно, бесполезно, вот биохимию ради биохимии, потому что, когда я сдавала экзамен по биохимии, они меня попросили написать формулу витамина B12, понимаете, жесть какая-то. Я считаю, что эта биохимия вполне себе бесполезная биохимия, но вот сегодняшняя современная биохимия, она, конечно же, более полезна, потому что сейчас нам нужно знать биохимические сигнальные пути. Итак, вот как это работает. Итак, вы видите баклеточный рецептор, вот антиген, и дальше мы видим основных игроков с точки зрения того, что поддается терапии, драгобл, поддается терапии, да, и мы видим с вами, что это BTK, и они идут один за другим, и это целая цепочка. Итак, сигнальный путь BCR, баклеточного рецептора, является критическим для развития нормальных баклеточек, и, собственно, является очень важным при патогенезе и развитии баклеточных опухолей. 5,3K, это лежит ниже, ниже, это промежуточный этап, также является необходимым для BCR независимого баклеточного выживания, и совсем недавние данные показывают нам, что на самом деле путь 5,3K, МТОР также достаточен для того, чтобы повлиять на патогенез баклеточных опухолей. Этот путь находится ниже, как видите, показан желтым цветом. Вот он. Итак, у нас есть ингибиторы, мы уже это говорили, у нас есть ингибитор 5,3K, Дельта, это идолорезип, еще есть один этап разработки парсоклизип, парсоклизип, есть ингибитор суммарный, двойной, 5,3K, Гамма и Дельта, Дувелезип, ПАН, 5,3K ингибитор, Капанлизип, это, как правило, для лимфом, и, наконец, ингибитор 5,3K, Дельта, плюс, СК1-эпсилон у бролезип, это совсем другая молекула. Перед вами я суммирую основные ингибиторы, которые есть в ХЛЛ, ну, то есть, есть БТК, это и брутинип, и балобрутинип, и зонобрутинип, и ингибиторы ПАН, ПАН, и БТК, и БТК, и БТК, и БТК, и БТК, и БТК, это сложное семейство, как вы можете видеть, потому что у нас есть каталитическая подъединица и регуляторная субъединица в каждом, в каждом элементе. И дальше, отсюда, мы видим класс 1, ПАН, и класс 1, класс 1А, и класс 1Б. Итак, среди трех классов, из которых состоит семейство ПАН, и БТК, только класс 1, ПАН, и БТК, вовлечен в онкологические опухоли человека. И класс 1 подразделяется на 1А и 1Б. И 1А включает три каталитические подъединицы. То есть вот здесь в красном куске сидят Альфа, БТК и БТК. А ПИ, 110 ГАМА, принадлежит классу 1Б. То есть это единственный член класса 1Б. И этот путь уже был неоднократно показан. Вот, фактор роста связывается с рецептором тирозинкиназы. Затем у нас активируется ПА3К киназа между ПИП-2 и ПИП-3, то есть фосфатидил... фосфатидиланозитол-3 фосфат. Вот. И затем ПИП-3 будет активировать АК-3 и затем происходит транслякация в ядро. Но, безусловно, есть и ПТН, это фосфатаза. То есть мы убираем вот эту часть и очень многие Б-клеточные пути, они конвертируются в ПИП-3К, дельта, либо гамма. То есть они приводят к этому, как к перекрестку. Вот, смотрите, цитокиновый рецептор, затем пум-пум-пум, конверсия и уперся в ПИП-3К, экиназу. Химокиновые рецепторы, вот они, СИК-СИЛ-12, СИК-СИЛ-13, опять происходит конвертация, и мы упираемся в ПИП-3К, дельта, гамма. Дальше, СИДИФ-40Р рецептор, да, то же самое туда, и, конечно же, БСР рецептор. То есть очень многие, очень многие биклеточные пути, они упираются потом в ПИП-3К, дельта и гамма. Но на самом деле те же пути вовлечены и в другие клетки, в частности, СИДИФ-40Р положительные Т-клетки, стромальные подобные клетки и опухолеассоциированные мелодные клетки. Поэтому, когда таргетным образом повлиять на ПИП-3К, дельта и гамма, мы ведь не только на баклетках будем работать, мы работаем и по микроокружению, вот оно, которое поддерживает во многом рост опухоли. Поэтому, если мы проингибируем ПИП-3К, мы блокируем потенциально множество путей, каким образом могут выживать клетки. И поэтому есть действительно очень хорошее обоснование для двойного ингибирования ПИП-3К и дамма, и гельта, и гамма, и дельта. При этом мы еще и микроокружение покрушим. Я уже показывала этот слайд. На нем представлены различные ингибиторы ПИП-3К, которые у нас есть. И мы сказали, что Дуэлезип, конечно же, выдающаяся опция и крайне благоприятный вариант, потому что в данном случае мы можем проингибировать и гамму, и дельту. В то время как, в отличие от него, Илэлезип ингибирует только дельту. Мы уже видели с вами результат Илэлезипа по сравнению с офотомумабом. Это исследование было опубликовано уже несколько лет назад. Но, как вы прекрасно знаете, Илэлезип был одобрен еще в 2014 году как прорывная терапия для рецидивирующего рефракторного ХЛЛ. Но при дальнейшем разработке дальнейшей данного препарата возникли определенные осложнения и, в частности, инфекции. И поэтому терапия первой линии Илэлезипом была приостановлена, прервана. Затем посыпались сообщения по повышенной частоте нежелательных явлений, включая даже летальность в исследованиях. Это была, конечно же, плохая новость для препарата, но и для всех нас, для всех нас, потому что на тот момент мы, собственно, другого-то ничего не имели, а с этим возникли проблемы. Поэтому Илэлезип, собственно, так и не стал первой линией в первой клинической практике. Он доступен, он доступен, его можно комбинировать с рецидивирующим тракторным течением, но как минимум в нашей стране, в Италии и в моем центре, мы не слишком активно используем Илэлезип сейчас, потому что есть и брутинипы, и потому что есть винитоклакс, которые разрешены официально в Италии и, соответственно, и используются. Далее, в рамках коллаборативной итальянской группы мы недавно выполнили сравнительный анализ и брутинипы по сравнению с комбинацией Илэлезип и токсимаб. Нет, это не прямое сравнение, я повторяю, это самое большое ограничение, конечно же, этих данных, то есть мы собрались все вместе и проанализировали. Пан-итальянская работа, я сейчас покажу вам данные, они еще даже не опубликованы. Итак, наша группа оценила компаративную результативность по параметрам общая выживаемость и брутинипы по сравнению с Илэлезипом плюс ритоксимаб для пациентов с рецидивирующим инфракторным ХЛЛ в когорте реальной практики 728 рецидивирующих инфракторных пациентов с ХЛЛ. Итак, большинство получило, конечно же, и брутинипы и меньшее число 142 получили комбинацию Илэлзипритоксимаб. Итак, в нашей когорте 22% прекратили изотоксичность и брутинип, но в когорте Илэлзипритоксимаб визотоксичности, то есть 22 и 39. И после медианного наблюдения 11-80 года с момента начала терапии ингибиторов BCR 18% погибли в когорте и брутинипы и 32% погибли в когорте Илэлзипритоксимаб. Протективный эффект для общей выживаемости и брутинипы по сравнению с Илэлзипритоксимаб был независим от серии потенциальных кофакторов. То есть в этом ретроспективном анализе, конечно же, нужно быть очень осторожным относительно вот этих конфаундеров или потенциальных факторов, потому что понятно, что не все пациенты были одинаково тяжелыми, но несмотря даже на это ограничение, несмотря на разношерстность популяции включенной, мы тем не менее видим преимущества. Я не назвал бы это превосходством, потому что здесь нужно быть осторожным, это не прямой сравнительный исследователь. Давайте назовем это просто преимуществом, преимуществом. Возьмем помягче слово и брутиниба в сценарии, как мы уже сказала, чисто в клинической практике. Теперь Дувелизип. А почему, собственно, нам нужно выбрать именно двойное ингибирование пути ПИА-3К? ПИА-3К гамма, селективное вырубание, то есть генетическое ингибирование инвитра, ухудшает клеточную миграцию в той же степени, так же, как ингибирование ПИА-3К дельта. Поэтому, конечно, хотелось бы ингибировать обе. И двойная блокада показывает гораздо более выраженный отрицательный эффект на миграцию, чем только ингибирование ПИА-3К гамма. И при ХЛЛ ингибирование ПИА-3К гамма снижает АКТ-фосфорилирование и уровни соответствующих идущих в них смешений по каскаду. Но наблюдается более выраженная блокада на фоне ингибирования двойного ПИА-3К гамма и дельта. Поэтому двойное ингибирование ПИА-3К гамма и дельта приводит к солидному мощному преимуществу инвитро, который, как мы надеемся, будет транслироваться и в клинические преимущества. Дувелизип, он первый в своем классе пероральный двойной ингибитор ПИА-3К гамма. И мы знаем, что он имеет важные преимущества, поскольку таргетным образом воздействует на ПИА-3К гамма и дельта, соответственно, и, соответственно, влияет на функцию лимфоцитов и трафикинг. Пожалуйста, будьте осторожны. Понимаете, ХЛЛ это не заболевание костного мозга, это заболевание лимфатических узлов. И где мы хотим вмешаться, мы хотим вмешаться на трафик лимфоцитов внутри лимфатических узлов. Смотрите, структурно он похож на идололизип, но таргетным образом воздействует на П110 дельта и П110 гамма с улучшенной селективностью ПИА-3К дельта на ПИА-3К гамма селективная структура повыше, видите. Ингибирование дуэлизипа селективно для ПИА-3К и является активным против каких-то других белков или липидных кенаса. Идею одобрили для ХЛЛ, для фолликулярной лимфомы, для тех пациентов, которые получили как минимум две предшествующие лимфомы. И хотя мы видим структуру похожую на эгалолизип, но дуэлизип при этом имеет уникальные характеристики, говоря о связывающей афинности с ПИА-3К и мы видим очень выраженное таргетное время резиденции, то есть он привязывается и там сидит, что возможно транслируется в более устойчивый эффект. Что очень важно, дуэлизип также взаимодействует и с микроокружением, и дает соответствующие преимущества по выживаемости хайлол-клеток, потому что я уже говорила вам, что хайлол-клеткам нужно микроокружение, иначе не выживут, и если мы будем крушить еще микроокружение, то тогда мы сможем промотировать апоптос лейкозных клеток, мы можем отключить все сигналы по пути ПИА-3К, и это приводит к апоптосу лейкозных клеток даже в присутствии эстромального микроокружения. И что очень важно, как мне кажется, при моделях преодолеть профс-лимкинг-БСР в первичных хайлол-клеток и вызывать напрямую гибель первичных хайлол-клеток дозозависимым образом и времязависимым образом. Образцы, которые были резистентны к абрутинибу, все еще остаются чувствительными к атаке дувелизиба, и это дает хорошее обоснование использования дувелизиба у пациентов, которые, например, дали неудачу на ИБР. Далее, первые клинические результаты, первые клинические результаты, которые были получены у очень привлеченных пациентов с отрицательными прогностическими характеристиками, аберрация по 53-56%, немутированные гены многобулинов 86%, тяжелой популяции. 31 пациент, а это 56%, дали ответ. И данные были опубликованы. И в одном случае полный ответ. Но, понимаете, ведь мы не можем ожидать высокий процент полных ответов в таких ситуациях на фоне таких же препаратов, как и брутениб. Поэтому два из тех пациентов, которые ранее получали брутениб или идолвизи, показали частичную ремиссию. Ответы были быстрыми, медианное время до ответа буквально полтора месяца, понимаете. Вот это мы видели в нашем случае, то есть очень быстро, понимаете, очень быстро. То есть, если отвечает, то отвечает быстро. И аналогично другим ингибиторам BCR это недозозависимый лимфоцитоз, который, собственно, снижается к исходным уровням примерно на пятом месяце. Поэтому мы не боимся. Мы не боимся, что у нас идет редисторбьюция лимфоцитоза, но пациенты, может быть, боятся, поэтому нужно проинструктировать, чтобы не боялись. Ну и, собственно, иногда терапевты, понимаете, мы получаем иногда звонки от терапевтов. Они видят увеличенное число лимфоцитов у наших пациентов и начинают нервничать, начинают нервничать, звонить нам. А мы им говорим, покуха, ничего не происходит. Это то, что мы ожидали. Фактически на всех ингибиторах BCR лимфатические узлы уменьшаются, и поэтому из лимфатических куча клеток вываливается и валит в периферию. Поэтому не бойтесь, не бойтесь. Мы видели это на идололизибире токсимабе, но поменьше, поменьше, потому что все-таки ритоксимаб, он убирает этот лимфоцитоз достаточно активненько. Но на фоне брутиниба как моно и дуэлизиба как моно вы можете увидеть, да, этот лимфоцитоз. Но это просто все вышло из лимфатических узлов. Вот и все. Итак, медиана длительности ответа у тех, кто ответил, составило 21 месяц. Вполне приемлемо. Вполне приемлемо в таком контексте. Медиана выживаемости без прогрессирования 15,7 месяца. Ну и затем исследование ДОО было уже опубликовано. Здесь у меня ошибка, извините. Это было исследование, которое в Бладе было опубликовано. Извините, у меня ошибка. И в этом исследовании они выбрали дозу 25 мг дважды в день. Это была фаза 3. Открытое рандомизированное многоцентровое исследование по сравнению дуэлизиба с афотомумабом сценарий рецидивирующей рефракторного ХЛЛ. Большое число пациентов 319. Две группы хорошо сбалансированы по клиническим и биологическим характеристикам. Примерно 70% имели немутированные иммуноглобулины, ну как мы и ожидали, как мы и ожидали в этой популяции. Они рецидивирующие рефракторные. Примерно треть имели уже дилетцию 17П или мутацию ТП53. И пациенты в медиане получили уже две предшествующие линии до дуэлизиба либо афотомумаба. Итак, результаты уже были показаны. То есть дуэлизиба оказался превосходящим афотомумабом в терминах ВБП. И преимущество ВБП поддерживалось во всех прогностических подгруппах, включая самую тяжелую группу из дилетции 17П и мутации ТП53. То есть даже здесь работало. Это, собственно, была одна из причин, почему мы выбрали дуэлизиб для нашего пациента. И вот перед вами результаты той кривой, которую мы уже видели много раз, много раз уже видели. И, собственно, вы уже повторяли, но повторение, как говорит самоотечения, я не буду говорить это по-латински, но и процент ответа, соответственно, показан здесь. И давайте сфокусируемся именно на ответе по лимфатическим из нас. Смотрите, смотрите, мы видим, что в будущем исследования по комбинации возможно будут также иметь интересные результаты. Возможно, это будет не так выражено по лимфатическим, кто знает, но здесь по лимфатическим ответ очень хороший. Итак, давайте посмотрим на родный анализ подгруппам. Это важно. Итак, Мэти Дэвидс выполнила анализ результативности дуэлизиба из исследования ДУА. В подгруппе пациентов, которые получили больше двух линий, то есть активно предлеченные, то есть это, собственно, то, что отражает лицензию FDA. Там была медиана наблюдения 22 месяца, и ВВП, и общая частота ответов все равно оставались в пользу дуэлизиба даже у этой активно предлеченной категории, очень предлеченной, больше двух линий. Мы видели, собственно, исходы, которые были представлены, мы видели отрицательные цитогенетические характеристики, понимаете, а, собственно, анализ подтвердил то разрешение, которое выдала FDA. Токсичность. То, что и ожидалось для PI3K ингибитора. Что мы видим? Диареи видим. Вот она. 15% в группе дуэлизиба. Но это степень тяжести 3. То есть понятно, что степень тяжести 1 и 2 меня вообще не интересует. Пневмония 14% тоже степень 3, грейт 3. И колиты. Но, как кажется, это класс эффект. Как мы уже поняли, дуэлизиба. И поэтому, суммируя токсичность, неживательные явления на фоне дуэлизиба Да, встречались часто, но в большинстве случаев легкой степени тяжести вполне управляемы благодаря временному прерыванию приема либо снижению дозы. Нитропения. Наиболее часто гематологическое нежелательное явление степени тяжести 3 или выше как у предлеченных, так и у непредлеченных пациентов. И, собственно, мы здесь имеем опыт. Мы гематологи им дали медиана времени до диары или колита. Сколько, когда ждать? Ну, от 4 до 7 месяцев. То есть будет более высокая частота, чем у афотумумаба. Это тоже понятно. Типичный поздний дебют диареи по сравнению с тем, что мы видели, похоже на идололизиб. Ну, и, соответственно, в ней гематологические явления довольно-таки совпадают с тем, что мы знали раньше по идололизибу. Ничего нового. Далее. Инфекции, как мы всегда говорили, это важно. Но, опять же, нам нужно учиться профилактировать наших пациентов как минимум по пневмонии PGP, пневмосыстной джировесии пневмонии. Как минимум три случая было в исследовании, но никому не давали профилактику. Понимаете? А в принципе по протоколу она требовалась. То есть, в общем-то, они нарушили, да? И это важно. И мы всегда это делаем в нашем центре, когда мы используем ингибиторы PI3K, как и в BTK. Мы профилактируем на пневмосыстную пневмонию джировачи. Ну, в принципе, так сказать, токсичность может быть и нечастая, но значимая, как говорится. Пневмосыстная пневмония еролица. И профессор Никитин, собственно, говорил об этом, поэтому я сейчас не буду повторяться по этим данным. И Мэтью Дэвидс, как вы видите, уже пытались комбинировать Дувелизибса в ЦР. Есть комбинация Дувелизиба с ретоксимабом, Дувелизиба с бендамустином ретоксимабом триплет. Но пока слишком рано говорить. Пока слишком рано говорить, но совершенно очевидно, что эти все регистрационные исследования, которые могут вполне помочь нам спроектировать в будущем организированные исследования, и мы уже видели с вами, я просто еще раз хочу это подчеркнуть, чтобы это запомнилось, что на фоне Дувелизиба смотрите, он таргетным образом не только лейкозные клетки снижает, но также микроокружение. Посмотрите, вот мы видим снижение по всем, по всем практически цитокинам, которые являются наиболее значимыми либо для лейкозной популяции, либо для микроокружения. Да. Поэтому, понимаете, поэтому он и двойной, поэтому он двойной, он не только на P3K, гамма-дельта, но плюс еще микроокружение, микроокружение, что крайне важно. Ну и что? Как мы уже сразу говорили, рекомендации НССН, британцы впереди, планеты все, они уже включили Дувелизиб, вот здесь он есть, у пациентов с рецидивирующим рефракторным ХЛЛ без аберрации, ТВ-53, которые получили две линии, и те пациенты, которые срецидивировали и даже имеют аберрацию, здесь Дувелизиб тоже есть. Будущие перспективы. Ну это буквально мое личное мнение, вот то, что я сейчас показываю. Двойное ингибирование PI3K, дельта и гамма предлагает потрясающий новый потенциал терапевтических возможностей лимфопролиферативных заболеваний, потому что мы воздействуем на активность пути, сигнального пути PI3K, А, Т, химокинозависимую миграцию и адгизию более мощно, чем просто селективное ингибирование только PI3K и гамма или только PI3K и дельта. И способность Дувелизиба таргетным образом воздействовать как на молитвенозидлокачественных так и на микроокружении невероятно. И мы считаем, что это оказывает действительно мощное воздействие и представляет сильную сторону двойного ингибитора. Маловероятно, что проспективные исследования по сравнению Дувелизиба и Дувелизиба когда-нибудь будут запланированы в будущем. Это вряд ли, это вряд ли. Ну, как минимум, если вдруг будут, это будет хорошо, конечно же. Некоторые пациенты, ранее получавшие Брутинип или Дувелизиб, показали хорошие возможности ответа на Дувелизиб. И это хорошие новости. Это хорошие новости для правильной последовательности терапии при ХЛЛ. Дувелизиба. Дувелизибом, чтобы это было правильное введение всех ассоциированных нежелательных явлений, которые включают, во-первых, быстрое распознавание, а во-вторых, быстрое своевременное купирование, либо небольшую отмену, краткосрочное прерывание. И кроме того, мы должны обязательно иметь мультидисциплина туда пригласить гастроэнтеролога, пульмонолога и кардиолога. Это очень важно. Найдите хороших. Ассоциация Дувелизиба с другими таргетными терапиями, допустим, с Брутинипом и Винитекфаксом, возможно, сможет увеличить в будущем синергию этих препаратов, и поэтому мы можем увидеть нечто совершенно новое. Поэтому, да, я думаю, что много хороших новостей на будущее. И мы сейчас живем в прекрасное время. И мы уже видим, что мы наблюдаем возможности использования Дувелизиба как моно, и также, скорее всего, появится очень скоро, как, собственно, говорил профессор Никитин в самом начале, в своем первоначальном вступительном слове, что фактически мы можем задумываться и о комбинациях. Большое спасибо за ваше внимание. Я завершил свою презентацию, и, кажется, мы абсолютно уложились во время. Спасибо. Микрофон. Спасибо огромное профессору Гайдана. Я в чате вопросов не вижу, я вижу только благодарности несколько и в чате, и в послании. Все вас благодарят. Если я правильно проинформирован, нас слушали больше ста человек. Но дело в том, что 12.01, у нас все, прямо сейчас начинается следующее мероприятие, поэтому, к сожалению, надо заканчивать. Я просто позволю себе буквально за одну минуту резюмировать наиболее важные аспекты сегодняшней нашей встречи. Во-первых, что хосфоиндизитол-трекиназа это важный класс ферментов, принимающий участие в онкогенезе в том числе. Они подразделяются на класс, вернее, в онкогенезе имеют значение класс 1, он подразделяется на класс 1А, куда входит альфа, бета и гамма изоформы, и класс 1Б, куда входит дельта изоформа, что существует множество ингибиторов хосфоиндизол-трекиназы, идололесиб, дувелесиб, парсоклесиб, копанлесиб, умбролесиб, но дувелесиб отличается от них существенно тем, что это двойной ингибитор, потому что он воздействует на дельта изоформу постринтолтрикиназы и на дамму изоформу постринтолтрикиназы, и поэтому он имеет название ду-ве-ли-си. Он действует на клетки, на злокачественные клетки, а также на клетки микроокружения, и у этого есть две медали. С одной стороны, это высокая эффективность, поскольку он нарушает взаимодействие клеток Хэролл в микроокружении, а Хэролл создает микроокружение под себя. И с другой стороны, это сопряжено с более высотным риском инфекции, что мы наблюдали при сравнении его, скажем, с охотом и мабом. И ду-ли-си, вернее, ду-ли-си работает после ибрукниба. Если пациент рефракторен по брукнибу, мы можем дать ему ду-ли-си, поскольку показано, что это реальность, это работает. Также ду-ли-си не кардиотоксичен совершенно. Мы можем рассматривать его у пациентов с кардиальной патологией. Наиболее частыми осложнениями являются калипт, ярея, нитропимия и инфекции. С учетом того, что в ду-о было три случая пневмоцистной пневмонии, необходимо назначать обязательно профилактику пневмоцистной инфекции под ремоксозолом, пентабидином, чем угодно, но она должна быть. Ну, это вот основные вещи. Будем ждать появления в России этого препарата. Наверное, это какое-то новое перспективное интересное слово. В лечении хронического лимфоликоза. Я хочу поблагодарить наших докладчиков. Я хочу, конечно, профессора Гайдана. Его выступление было очень информативным, очень увлекательным и очень образным. Он очень образно говорит со множеством пословиц и очень понятно для, на мой взгляд, для нашего русского уха. Спасибо большое. Екатерину Сергеевну хотим поблагодарить за героизм и стойкость в лечении пациентов с рефракторным хроническим лимфоликозом. Елена Александровна за ведение осложнений многочисленных, за хорошую презентацию. Ну и всех слушателей за то, что были с нами в это утро. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. .